Славянская радио Всем здравия! С вами Народное Славянское радио. Сегодня у нас на одном из современных календарей 11 мая 2016 года среда, а на одном из старинных 30-й день месяца посева на речение 7524 лета пятница. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме очищения мухомором тела и сознания, забытые истинно главные сведущие Святорус Один или, кому более привычно, Юрий Лодин. Здравия тебе! Здравия желаю! Всем слушателям здравия! Вот так по-военному. Хорошо. Итак, очищение мухомором тела и сознания. Ну вот, если спросить любого, может быть, не любого, а большинство людей, поспрашивать о том, что такое мухомор, то большинство людей, наверное, посмотрят, как на сумасшедшего человека и скажут, да вы что, это же мухомор, это же ядовитый грипп, им травятся все, вы что, там, мух травить, потому мухомор и называется. На каком вообще очищение тела может быть? Что, снаружи потереть? Или там сознание, вы что, предлагаете нам наркоманить, чтобы еще и сознание куда-то там отправлять в непонятные миры? Вот это вот впечатление, наверное, у большинства людей есть. Ты же сейчас эту тему поднял, мало того. Ты еще ввел такую интересную фотографию, картинку, где многоглазый мухомор держит на руках какого-то дядю, очень напоминающего библейский персонаж, который был снят с креста, и тот, довольный, на руках этого мухомора еще там показывает одно движение, один знак. Так давай прокомментируем, с чего вдруг, с чего вдруг, такая картинка, которая как будто бы сама была написана под действием какого-то химвещества, вызывающего галлюцинации. И дальше уже давай поговорим более серьезно о теме. Ну, картинку я интересную когда выбрал, то сразу и даже и не заметил то, что там происходит. Просто смотрю, красивая картинка. Один человек помогает другому человеку. Ну, думаю, ладно, поставим ее красивой. Потом пригляделся, увидел крест, лестницу. Увидел, что действительно он похож на Иисуса Христа. Венок у него даже есть. И стигматы там, обмотанные на руках, тряпочки такие. Но я задумался, а почему, интересно, действительно такая картинка попалась. Начал распорядать и посмотрел, что действительно мухомор, получается, залез на эту лестницу, снял этого человека. И каким-то образом его, наверное, оживляет или вылечивает. Как у нас говорят, похожего на Иисуса, да? Человека похожего на Иисуса. Ну, понятно, ты так это, ты вдарился так это, как сейчас, наверное, модно тоже говорят. У нас люди, которые не понимают некоторые слов, в кощунство ударился. Ты перешел уже мерку дозволенного. Покусился на святое, скажем так. Ну, ладно, мухомор у тебя многоглазый. Вот давай поясним, что же такое все-таки мухомор? Так, ну, мухомор – краткое такое введение. Может, действительно кто-то не знает, что это такое. Мухомор красный. С латинского это будет переводиться аммонита мускария. Является в обычном распространенном смысле ядовитым грибом. Порядка агариковых, так называемых, то есть относится к агариковым. И он очень сильно распространен, особенно у нас по всей территории России. Также он встречается и в других регионах, в Америке. Ну, все знают, что он красного цвета, с белыми пятнышками. По поводу того, можно ли его... Ну, люди все боятся употреблять его в пищу. Также боятся некоторые даже его брать в руки. Вот я живу в своем регионе, в Омской области. И часто наблюдаю картину. Иду, например, я по лесу смотрю, грибы все сорванные. Там, не знаю, лисички, там белые грибы, грузди и так далее. А вокруг стоят мухоморы, никто их не трогает. Благодать бери, не хочу. Можно даже косой косить. Ну, я их набираю, иду. И даже иной раз ставлю себя на мысль. Если сейчас кто-то увидит, вот что я им скажу. Что я им отвечу. Ты скажешь, у тебя есть справка. Тебя недавно выпустили. Вот хожу, набираю мухоморы. А если наркоконтроль поводится на пути, вот тогда ты интересно, что им будешь рассказывать. Ну, наркоконтроль такого не бывает в лесу, во-первых. Во-вторых, мухомор к хастрому относится к вполне легальным таким продуктом целебным. И распространено было большое количество времени по всему, ну, скажем так, по всему миру некоторое время назад. И, как таковой, мухомор, он известен в качестве лечебного средства более, по разным оценкам, более 9-10-12 тысяч лет назад. То есть, если проводить какие-то параллели с некоторыми событиями, которые мы знаем, да, вот около 12 тысяч лет назад возникло похолодание и началось некоторое переселение народов. И вот с того времени, по крайней мере, литература сегодняшняя говорит об этом, с того времени он стал известен, скажем так, людям в виде лекарственного средства. Позже, потом, после того, как он стал известен как лекарственное средство, некоторые начали его использовать как такой шаманский грипп, можно сказать, для изменения сознания. Но все-таки галлюцогеном он является, да? Ну, при определенных условиях, при определенных условиях, конечно, является галлюцогеном. И это если взять любой продукт, и многое вот есть, он тоже может стать галлюцогеном. Если два ведра воды выпить, тоже можно какие-то галлюцинации. Ну, два ведра, конечно, ты загнул. Ну, ладно, хорошо. Да, ну, два ведра, ладно, хорошо. Такие общество верблюдов такое, я вижу, так подходит, и по два ведра начинают стягивать. Ну, да. Ну, хорошо, если вот так вот просто человек подойдет, да, вот давай так, наверное, поговорим вначале о распространенных взглядах на этот грибок. Если многие думают, сейчас человек подойдет, откусит кусочек, и сразу же там копыта отбросит. Или вот он начнет тошнить, рвать, и потом долго лечебница ему предстоит, долго там он будет лежать, ему там будут промывать все и так далее. Вот давай с этих вот распространенных таких клише мы и начнем. Что будет, если вдруг человек случайно наткнется на мухомор, такой красивый, приятный, и так вот от души кусанет шапочку, прожует и проглотит? Ну, однозначно с ним ничего не будет страшного, по крайней мере. Будет очень интересное событие. Первое, что он почувствует через некоторое время, буквально сразу, это сильно резкое слюноотделение, металлический привкус во рту. И через некоторое время у него будет сильный позыв, сильный позыв к рвоте, и его просто очень хорошо прополоскает. Повысится температура, он покроется влажной и спариной, расширятся зрачки, усилится сердцебиение, ну и в целом будет такая слабость, что вот хоть пада и лежит. То есть, помирать никто не будет после того, как укусит мухонек. Да, его просто вырвет, то есть, буквально в ближайшие какие-то минуты или десятки минут, ну, в зависимости от того, какое количество он съел, то просто его вывернет наизнанку. Если он так это резко сделает, и какую-то большую дозу. Если он съест какое-то небольшое количество грибов или какого-то гриба откусил, действительно, ну, может просто живот порезать, немножечко понос, может быть, откроется, может быть, сердцебиение не усилится и так далее. За это ибо отвечает так называемая иботеновая кислота. Есть такая иботеновая кислота в этом грибу, в грибе, или как правильно, я даже не знаю, в грибе, да. В грибе. Вот, и она отвечает за такое действие. Просто человек сил слишком много такого гриба получается, вот и все. То есть, это вот, очень сильно надуман миф, что человек может умереть от этого. Понятно. разобрались с мифом, что если человек откусит мухомор, он копыта не отбросит, ласты не склеит, под крышку гроба не залезет. Его, в лучшем случае, или вырвет, или пронесет. То есть, чистка организма произойдет. Ну, хорошо, а после чистки у него будут какие-то симптомы отравления или чего-то еще? Может, там как-то будут ему чертики рядом с ним плясать, приглашать его за веселый хоровод там вокруг елочки поводить? Ну, вот мухомор, он такой интересный, в общем-то, гриб. Его, по моим наблюдениям, можно разделить резко на две позиции. Причем, я особо в литературе не встречал особенного расписывания, скажем, этих двух вариантов. Первый вариант это сырой гриб, а второй вариант это гриб, который высушенный. Так вот, сырой гриб, он имеет определенные характеристики свои, отдельные, а сушеный гриб, он имеет определенные характеристики совершенно другие. Вот что-нибудь интересно. Если употреблять гриб просто в сыром виде, то у него вот эта так называемая ботеновая кислота, она начнет сильнейшим образом ну, скажем так, очищать тело. Поэтому один из вариантов употребления мухомора в целебных целях это заливают его водкой или спиртом на некоторое время. Там отдельная технология могу позже рассказать. А вторая технология, когда гриб высушивают и также используют в лечебных или каких-то других своих целях. При сушке ботеновая кислота переходит в так называемый метаболит мурцимол. Есть такое вещество, так оно называется. Оно хорошо проникает через все барьеры защитные в человеческом теле, попадает в том числе и в мозг и действует уже скорее как какой-то стимулятор психических процессов. а если ботеновая кислота употребляется в сыром грибе или с помощью настойки, то эта ботеновая кислота начинает очень сильные процессы очищения самого тела от различных видов паразитов, от тех же самых грибков, глистов, различных вирусов и простейших каких-то организмов. Вот в общем-то два таких сильнейших различия у этого гриба имеются в сушеном и в свежем виде. Хорошо, давай сразу тогда начнем с вопроса, уточняющего с ругательного вопроса. Ты готов, что на тебя будут ругаться, да? Итак, даже не дожидаясь это тебя, сразу начинаю. Иван пишет, вы вообще соображаете, что тут пиарите? Идиоты, технику приготовления галлюцигенного грибов плюс при ошибке в приготовлении не исключен и летальный исход. Мозг хоть иногда включаете, дегенераты. Это я дочитал, как это написано. Так, ну что, давай про дегенератов наверное не будем, но что ж, ну не удались, бывает, некачественные мы. Ну, это, ну да, действительно, если так рассуждать, то получается, можно зайти в магазин и взять, опять-таки, два ведра водки и выпить, и что будет, ну и будет еще хуже, чем при употреблении этого гриба. Ну вот давай, это один из мисов, это один из мифов, который существует. Поэтому давай вот о нем остановимся более подробно. коротко. Если коротко подвести черту между вот этими всеми моментами, то получается следующее. Если человек употребляет свежий гриб, то ему просто будет очень плохо. Просто будет плохо, если вот он взял, съел по незнанию, или просто решил попробовать, ну или еще что-то по какой-то причине непонятной. Может он вообще его ни в глаза не видел, подумал с едой. То просто его хорошенечко прополоскает и вывернет наизнанку. Вот все, что ему грозит. Поэтому этот эфир нами и создан, в том числе для того, чтобы людям рассказать и объяснить, что это такое. Если он хочет получить какой-то лечебный эффект, то делается следующая процедура. Набираются мухоморы, свежие, только шляпки. Ножки не нужны. Кстати, нельзя пользоваться ножом. Нож очень сильно металлическими, я имею в виду, предметами. Ножом можно пользоваться, но не металлическими, скажем так. и не пластмассом. То есть, делается какая-то такая палочка в виде ножа деревянная, заостренная, например, под нож. И им срезаются мухоморы. Так как я повторюсь, очень сильная реакция на питал его в этих веществ, скажем так. Поэтому берутся, берутся мухоморы, с руками, или вот эта палочка, и мушки оставляются, или выкидываются, забиваются, скажем так, в стеклянную банку плотно, руками крошатся, он ничего не будет, не переживайте, данная вода не лезть, и потом руки помыть. Наливается и заливается, лучше всего заливать спиртом, медицинским чистым спиртом. Водка это будет хуже. Почему? Подожди, вот давай так, банку, для пробы взяли. Не нужна вода. Для пробы, подожди, давай, подожди, ты меня слышишь? Для пробы давай, начнем с каких-то пропорций. Вот ты пробовал заливать пол-литровую, литровую, трехлитровую, с чего начать-то, из каких пропорций? Ну, смотря сколько человек найдет, это его потребность, если он найдет на одной литровую банку, ну, давай начнем с трехлитровой банки, просто, ну, пусть будет трехлитровая банка. Берется трехлитровая банка, забивает водоплотный мухомор и шляпки и заливается чистым медицинским спиртом чуть-чуть выше, чем эти вот оттетные шляпки, ну, скажем, где-то, ну, на сантиметр, чтобы они, чтобы спирт покрывал шляпки мухомора. Вот это, эта банка запечатывается желательно ретовой крышкой, так как они металлические, надо обратить внимание, чтобы внутри этой металлической крышки не было повреждения амальгамы. Есть там такая амальгама напыление беленькое, вот чтобы оно было целое, чтобы металл не соприкасался, опять-таки, с мухомором. Закрывается плотно банка и закапывается на один метр в землю. Для чего это делается? Для постоянной температуры, то есть тут два из физических моментов. Первый момент физически, это чтобы была постоянная не очень высокая температура в радиусе, ну, где-то 15, может, градусов, да, под землей, ну, плюс-минус. И полное отсутствие света, потому что свет, он очень плохо влияет на эти все лечебные вещества, первое. А второе, ну, в общем-то, да, и на этом уже закончится. То есть влияет очень сильно на вещества, распадаются они и могут перейти даже в какие-то вредные, опасные соединения. Через примерно 40 дней он выкапывается и употребляется и употребляется по назначению буквально по капельной. То есть вот теперь мы подходим к самому главному. Вот тут человек написал. Да, теперь дегенераты и идиоты расскажут о том, как употреблять и от чего употреблять. То есть, давай подводим итог. Взяли, грубо говоря, трехлитровую банку или что-то другое. Дальше забили туда шляпки мухоморов, ножки нам не нужны. Причем руки сделать так, чтобы потом помыть обязательно. Не надо этими руками ничего потом трогать. Залили спиртом. Не знаю, где сейчас берут спирт. Просто давно не интересовался. Человек не пьющий, поэтому мне это не интересно. Но взяли спирт, залили на сантиметр выше уровня. Закупорили баночкой желательно, и чтобы это было закручивающееся, но чтобы не было повреждения защитного слоя, чтобы металла там не было. Иначе будет реакция очень нехорошая. Потом желательно это дело закопать или в погреб, где постоянная температура, или в землю, лучше в землю, на некоторую глубину, скажем так, полметра или поглубже, присыпать и на 40 дней оставить. И вот 40 дней делается это настойка. Без света, в определенной низкой температуре, около 5 градусов, насколько я понимаю, там от 3 до 5 градусов, в зависимости от ваших условий проживания. И через 40 дней достаете, убираете это все дело. Что, цедить надо как-то избавляться от этих шапочек или пускай там так и болтаются? Да, чуть-чуть, сейчас немножечко назад отмотаем и к этому моменту вернемся. Дело в том, что еще почему желательно, то есть вот есть некоторые источники, они говорят, да, можно в погреб или можно куда-то в темноту, шкафчик, например, убрать. Да, можно так сделать, но настойка снизит свое действие. Почему? Потому что, когда вся эта субстанция в банке находится под землей, она впитывает, ну, если сослаться нафтер, впитывает вот эту энергию и силу земли дополнительно. Ну, по моим ощущениям, что-то в этом есть, действительно. То есть, все-таки есть возможность лучше закопать в землю, потому что, ну, идет некоторое насыщение земными какими-то возможными энергиями, силой какой-то, ну и так далее. Ну, по крайней мере, хуже не будет, поэтому лучше закопать. Так вот, когда мы ее откопали через 40 дней, берется марлечка, ни в коем случае не какой-то металлической, опять-таки ситечка, именно марлечка, складывается, скажем так, в 4-5 слоев и процеживается вся эта настоечка. Грибы, которые остаются, их можно ставить, отложить отдельно в баночку и убрать в холодильник. То есть, непосредственно шляпки грибов, которые выдали себе весь сок. Ну, можно немножечко еще марлечку отжать. Далее, грибы убираются, как я сказал, в холодильник. Они тоже будут использованы для лечения в определенных целях, я позже скажу. А настойка также закупоривается, убирается, опять-таки, в темное, холодное место. Лучше всего в холодильник. Ну, можно в погреб. На холодильник можно в погреб. Также и шляпки грибов тоже можно в погреб. По поводу спирта и водки. То есть, у кого нету спирта, можно водкой заливать, в крайнем случае. Чем это неудобно? Тем, что просто сам лечебный настой разбавляется водой, которая находится в водке. То есть, просто более разбавленное лекарство, во-первых. А во-вторых, вытягивающие силы водки, они значительно ниже, чем спирта. хотя, вот имеются некоторые мнения у некоторых людей, скажем так, авторов, что некоторые предпочитают более спиртовую настойку, некоторые более водочную. Но я пришел к выводу, что все-таки лучше делать на спирту. Вот такой однозначенный вывод у меня. Далее могу рассказать, что нам делать с этими шляпками, либо с этой настойкой. Давай потихоньку с настойки начнем. Давай, более подробно теперь. Ну вот сделали, да, и как это у меня знакомый шутил, ну сделал, и нафига, да, как он любил приговаривать у меня. Ну вот теперь вот это вот мы давайте будем расшифровывать, а для чего же эта настойка была нужна, для чего мы ходили по лесу, собирали эти грибы, из-за которых нас назвали идиотами, дегенератами, и что теперь с этой настойкой делать, какие болезни, какие неприятности лечат этот настой и шляпки, и как в конечном итоге не попасться вот на такую неприятность, как получение какой-то передозировки и на самом деле отравление или глюки какие-то поймать, ну в общем, чтобы неприятностей не было. Ну с помощью настойки навряд ли получится поймать какие-то глюки или ну скажем так, вызвать какие-то измененные состояния сознания, вообще эта настойка, она очень сильно оказывает действие на практически все сферы, скажем так, жизнедеятельности человека. Ну первое, что хотелось бы отметить, очень хорошо влияет на любые онкологические заболевания, то есть вот это вот прямо номер один, можно прямо где люди, если кто-то пишет, может быть, или запоминает, можно прямо это подчеркнуть. Потом также помогает очень хорошо при различных женских заболеваниях, мастопатиях различных, также при фибромах, премиомах, для мужчин, при одиноме предстательной железы или может быть у кого-то беспокоит, скажем так, импотенция, или женщина наоборот беспокоит, фригидность. Также хорошо влияет на варикозное расширение вен, нормализует давление, если у кого-то лишний вес, то даже можно бороться с лишним весом. То есть на самом деле спектр огромный, то есть вот спектр просто, можно сказать, другими словами, что где-то даже действительно панацея, ну если не от всех, то от многих болезней. И интересный механизм у этого мухомора. Так как он является грибом, то соответственно он те же самые грибки очень хорошо выводит. То есть подобное лечится подобным. В природе, как вы знаете, только гриб, который грибок внутри организма живет паразитически, он естественно очень сильно мешает жить человеку. А этот гриб, он является, ну скажем так, более высокого порядка, и он с человеком вступает, скажем так, в симбиотические связи. То есть человеку грибу конечно не очень поможет, но вот гриб человеку он очень может помочь. А никакого вреда ему не принесет. Те же самые грибки он просто уводит на ура. То есть если у кого-то есть кандида, если есть у кого-то какие-то высыпания на теле, если у кого-то имеются какие-то другие образования грибковые в организме, то это очень сильно поможет. Так же еще... Да, продолжай, потом расскажем уже про пропорции. Выводит глистов, да, выводит глистов. Самое такое банальное. Влияет хорошо на печень, влияет хорошо на почту, на поджелудочную железу, на желчный пузырь. Очень хорошо влияет на костную систему. Особенно хорошо влияет на суставы. Артрит, артроз. Если у кого-то какие-то заболевания, связанные с позвоночником, тоже влияет очень хорошо. Какие-то, возможно, боли в пояснице, остеохондроз или какие-то защемления или воспаления нервных корешков на позвоночнике, очень такое даже неприятное заболевание. Ну, что еще? Вот могу еще добавить такой момент, что лично про себя, то есть, как я к этому пришел, вкратце могу сказать, почему меня это заинтересовало. У меня очень сильно в свое время болела спина. То есть, перетрудил и даже пророчили чуть ли не операцию. И боли действительно были очень тяжелые и невыносимые. Ну, это одна из причин, кстати, почему на него внимание обратил и очень мне понравился его эффект. Я сделал такую настойку и начал постоянно мазать спину. Я даже еще не начал его пить, просто мазал спину. И вот я заметил буквально, что вот я намазал и вот буквально вот 3-4-5 минут, и у меня боль в спине проходит. Я какое-то время не верил. Думаю, как так, намазал, тут же проходит. И действительно, вот проверив несколько месяцев, проделав такие процедуры, я понял, что действительно боль проходит буквально 3-5 минут, никаких исключений нет. И более того, она отступает, отступает, отступает. Но потом я еще подключил еще внутренний прием по каплям, сейчас я об этом тоже скажу. И вот на сегодняшний момент у меня поясница практически меня не беспокоит. То есть, я не ощущаю никакого дискомфорта, могу какие-то тяжести поднимать. В общем, любую работу проводить, которые нужны, например. Хорошо. Значит, получается, не только внутренний, но и внешний. Не только внешний, но и внутренний применяется этот настой, да? Да, лучше делать это, даже лучше именно так и делать. То есть, принимать внутрь и мазать какие-то причины и места снаружи. Если никакие причины и места снаружи не болят, тогда просто внутрь хотя бы. Как это делается? Ну, давайте вкратце на это. Давай, наверное, возьмем какие-то распространенные заболевания и на них пройдемся. Но самое, то, что сейчас бич, наверное, это какое? Это у нас онкология, да, проявленная как внутри невидимая, так и наружная. Грибки, естественно, да, и что там еще у нас? Сахарный диабет, какие-то там еще проблемы, там, ожирения, которые связаны с тем и с другим, может быть, и так далее. Ну, давай вот как-то вот что-то уже конкретно будем рассматривать, какие-то заболевания. Ну, хорошо, берем онкологию, самую распространенную тяжелонеду, которая по современным меркам является чуть ли неизлечимым. Я лично наблюдал в своей жизни людей, которые действительно очень сильно мучились от онкологических заболеваний, им врачи помочь никак не могли, и в итоге просто они тяжело-тяжело умирали. К сожалению, на тот момент я просто не знал таких рецептов подробных, и ничем, в общем-то, помочь не мог. А делается следующим образом, вот после того, как мы сделали настойку, приготовили ее, поставили в холодильник, ну, и решили, наконец, все-таки попробовать, что это такое. Для этого надо купить пипетку, стакан, если у кого нету, и кран с водой. Берем, капаем туда одну капельку, наливаем полстакана воды и выпиваем. Вот и все. То есть, человек познакомился с мухомором и не умер. То есть, вот у меня многие друзья, знакомые, ну, и люди, которые нуждаются в какой-то помощи, обращаются ко мне. Слово пациент мне не очень, вообще, скажем так, не нравится, да, стараюсь его не использовать. В общем, нуждающиеся в исцелении люди обращаются и бывает очень часто бояться. У кого там действительно за страх, а что будет, если мы одну каплю выпьем, а если мы умрем, а если нам станет плохо? Таким людям я говорю, ну, хорошо, давайте возьмем одну каплю, каплем в стакан, нальем туда стакан воды и вы от этого стакана воды глоточек сделаете. То есть, там капля, а вы сделали глоточек. Ну, как правило, все соглашаются, что действительно ничего не будет. Некоторые сомневаются. Я им говорю, ну, давайте тогда капнем на литр и вы возьмете туда полглоточка сделаете. Ну, тут обычно уже все сдаются и соглашаются, да, да, ну, давайте тогда действительно нальем литр и оттуда я полглоточка сделаю и то после вас. То есть, менять это мир да вот в итоге они выпивают эту капельку разбавленную в этом литре там или в стакане воды и с ними ничего не происходит на встрече не появляются две капельки на третий день прибавляется 3 капельки на 4 4 ну и так далее доходим ну при различных заболеваниях до 10 капель бывает до 30 до 40 капель бывает даже больше в некоторых случаях ну на моей памяти было что человек нуждался в сильном сильных таких дозировках он употреблял за раз до 70-80 капель в итоге получил сильную тахикардию просто то есть он был предупрежден он решил попробовать ну просто скажем так на свой страх и риск попробовал потихонечку потихонечку наращивал и отслеживал воздействие ну очень нуждался скажем так в таком деле и получил просто небольшой тахикардию понял что надо отступать назад то есть сердцебиение получил сильное наступать назад и потихонечку потихонечку снижал капли и потом закончил цикл так что ничего страшно не произойдет можно это полностью применять своей жизни и будет только польза также можно отметить что если какое-то заболевание более серьезная вернее менее серьезный тому что можно обойтись и меньшим количеством капель обычная профилактическая доза составляет от 1 до 10 до 15 капель потом после дохождения до 20 капли мы поворачиваем в обратную сторону и у не снижаем уже капельки по 1 вниз то есть если например на 20 день было 20 капель на 21 день 19 на 22 день 18 ну и так далее и так далее мы доходим до 1 капель после этого делается перерыв где-то неделю и продолжается это все заново и таких циклов но при онкологическом заболевании это смотря конечно какая стадия какое онкологическое заболевание ну это по-хорошему надо будет проходить наверное я думаю не меньше чем 10 циклов такого лечения вообще оно интересно такое лечение чем тем что человек стал утром накапал нужное количество капель в стакан выпил вечер подошел он опять накапал себе стакан нужно количество капель выпил то есть ничего ему особенно делать вообще в жизни не надо будет дополнительно но эффект будет замедленные это скажем так для ленивых или кто каким-то причинам но не может например поменять свое питание или образ жизни ну в силу каких-то обстоятельств хотя по-хорошему конечно надо отказаться от некоторых продуктов особенно дрожжи содержащих это современный хлеб и ну и все остальное что содержит дрожжи дрожжи сейчас термофильные добавляют даже в сыр и кто не знает добавляет сыр и и других либо булочные изделия обычные печенье какие-то добавляет и так далее с этим надо быть осторожны далее если например берется какой-то берется какое-то заболевание с внешним проявлением например онкология с внешним проблем проявления но не знаю там ну какие-то высыпания может быть пошли до или не дай бог там рак кожи то берется это место и смазывается опять таки этой настойкой потом накладывается целлофановый полиэтиленовый мешочек и обматывается тряпочкой ну скажем так на ночь поначалу можно для привыкания потому что может быть чуть-чуть жечь ну или еще какие-то реакции покраснения зуд тогда в таком случае надо накладывать на некоторое время буквально две-три минуты и не закрывать пленки посмотреть реакцию организма ну что хочу заметить это люди которые употребляли его наружно у них проходили различные покраснения различные экземы это кстати тоже прямое показание то есть у кого-то экзема если у какого-то человека какие-то раздражения на коже или проявление грибка то настойка мухомора мухомора лечит на ура и заболевание ну вот очень мухомор подходит для женщин почему потому что вот мишка ступление сделаю еще такое гриб вообще мухомора является в народной медицине царем грибов именно царем или королев даже так как король грибов а королева является так называемый гриб веселка но это как бы так доступа не маленькая делаю так вот видимо я так по своему рассуждению могу сказать что раз король грибов это все-таки мужчина да видимо на женщину больше даже влияет положительно чем мужчина на мужчину скажем так но если так удариться философствование то получается так тем не менее женские заболевания очень хорошо излечивается с помощью этой настойки различные заболевания связаны с гетеродными органами с любыми ими какими проявлениями также если например и есть какие-то нарушения с грудными железами ну мастопатия то же самое например очень хорошо лечит просто на ура были случаи излечения мастопатии довольно таки за небольшой прижиток времени с хорошим результатом то есть надо просто опять пить эти капли в определенной процедуре и мазать причинные места там где болит грудь если грудь были значит мазать грудь если какие-то лимфоузлы болят значит надо мазать лимфоузлы юр давай уточним давай точним вот и говоришь про определенные пропорции пропорции примерно такого же принципа как и при онкологии или здесь есть какие-то уменьшенные дозы или что-то еще но вообще по своему опыту по опыту окружающих людей кому я скажем так рекомендовал или можно сказать даже прописывал такие такой прием то это делать надо следующим образом смотрится на общее состояние человека надо естественно знать его вес рост в общее состояние физическое какие-то перенесенные заболевания и после этого подбираются отдельно дозировка под этого человека бывает одному человеку подходит 10 там 12 капель и потом его и вы начали потихонечку вести ну это я объясню что это значит чуть позже другому и 70 мало как я вот уже говорил ему 80 он подходит тогда только начинает чувствовать очень очень индивидуально и поэтому в той же самой литературе в интернете обычно рекомендуют там от 1 до 10 капель или от 1 до 20 то есть если человек просто первый раз он неопытный решил рискнуть где-то может быть переживает опасается то надо просто от 1 до 10 и от 10 до 1 пропить разочек посмотреть почувствовать что это такое познакомиться с этим с этой настойкой с этим препаратом и после этого можно потихонечку потихонечку доводить например уже горочку так называемую да вот ее называют горочку до 10 это вверх а потом 10 до 1 вниз можно уже довести до 15 капель до 20 но обычное правило показывают и опыт показывает что больше чем 15-20 капель за раз на верхней скажем так горочки смысла принимать нету а какие то есть показателя есть какие-то показатели того что вот выше точно не надо человек пьет пьет и вдруг там пролетает к нему как зеленый человечек начать разговаривать или там чертик откуда-то вылез или вдруг к цветочек ему говорит нагнись ко мне я шепну тебе заветное слово я цветочек аленький ух ты какой аленький ну и так далее но дело в том что при всем желании никаких галлюцинации или каких-то может быть оболванивающих приятных впечатлений он не получит получит на определенной стадии у него начнется наоборот станливость повышенная ну что не является в общем-то побочным эффектом это просто одно из таких воздействий именно на стойке мухомора потом если он даже добавляют не начинается наоборот возбудимость то есть если человек понимает что он уже там на 20 капли и он третий день не может нормально заснуть а у на ночь выпил то соответственно он должен понимать что надо потихонечку назад откатываться с этими каплями и снижать в обратную сторону также иногда замечаются рассеянное внимание покраснение кожи бывает зуд но это показатель кстати косвенный вот если на 15 это надо 20 капли у человек начинает чесаться кожа это сейчас у меня такой человек есть но на 20 капли начала на 15 капли начала чесаться кожа это говорит о том что имеются какие-то вот паразиты или возможно грибки или другие какие-то скажем так подселенцы именно таким образом реагирует и в итоге не все равно умертают и таким образом возможно еще отправляет организм и идет такая реакция кожная то есть надо будет начислить организм да и не сдаваться продолжать правильно я понимаю но он почистится по-любому да он чистится мухомор кстати он и различные шлаки и отложения выводит но не так конечно как то же самое например голодание но тоже довольно таки хорошо выводит различные отложения хорошо давай сейчас прервемся у нас музыкальная пауза немножко я уже просрочил давайте так я напомню есть такое интересное выражение про фидон стрельца спробуй заячий помет он ядреный он проймет и куды целебний меду хоть по вкусу и не мед он на вкус хотя и крут и с него бывают мрут но какие выживают те до старости живут а сейчас мы послушаем тоже немножечко в тему может быть отчасти для некоторых людей которые имеют очень такую фантазию интересную лидия абрамов исполнит травушка-муравушка вы слушаете народное славянское радио продолжаем разговор продолжаем разговор на народном славянском радио напоминаю что по одному из современных календарей 11 мая 2016 года среда по одному из старинных 30 день месяца пассивного речения до четвертого лета пятница мы говорим про достаточно такую интересную тему не очень однозначно воспринимаемую сообществом человеческим очищение мухомором тела и сознания забытая истина свято рус один или юрий лодин как кому больше нравится нам рассказывает об этом мы поняли что в общем то некоторые мифы они не совсем правдивые правдивые скорее всего это какая-то выдумка и то что мухомору конечно можно отравиться но как и чем-то еще каким-то другим даже грибом можно отравиться и лучше его все-таки не употреблять но даже если попадет к вам кусочек то в лучшем случае вас пронесет или вас вырвет вот такое заявление сделал свято рус и здесь пишут о том что все-таки мухоморы ели они пили но там видимо дискуссия идет у нас в чате я про себя подумал если вы начинаете уже пить мухоморы то это означает однозначно что это передоз и надо завязывать с этим мухоморы пить нельзя ну давай дальше пройдемся по тому что какие рецепты как с этим быть мы в первой части разобрали как приготовить настойку мухомора и самое главное определить что употребляется настойка именно капельно не так что вы приготовили три литра и потом сидя в веселой компании три литра уговорили и потом стали здоровыми нет ни в коем случае так нельзя над собой издеваться и это абсолютно никому не нужно мы говорим про лечение о том что взяли покапали и все хорошо все замечательно а то будет у вас как в белые русы помнишь да когда они там отметили потом побежали скорую помощь ловить итак продолжаем ну значит да продолжаем немножко тогда я отключусь назад и скажу что когда наступает мухоморный сезон это примерно с конца июля по сентябрь то можно проводить как говорится натуральный некуда чистку организма либо лечение то есть покупают покупаются там или собираются я вот видел слышал верни это продают их даже бывает бабушки сыры свежие но сам не видел лучше всего набрать самим конечно же эти грибы и для этого нужны обязательно весы медицинские ну желательно скажем так раньше конечно без этого обходились но желательно и пока идет сезон употребляется буквально буквально там начиная с 0,1 грамма с 0,2 граммов ну не более чем 0,5 грамм за раз употребляется на пустой желудок человек утром выпивает стаканом чистой воды и каждый день прибавляет по 0,1 грамму доходя примерно до 2 до 3 до 5 грамм больше мухомора и потом что это дает что это дает если употреблять до 5 грамм это аналог да это аналог капельного приема просто свежая все таки вещь собранная своими руками конечно это лучше чем настойка на спирту ну про спирт я еще поговорю отдельно в данном случае он выступает как положительный фактор чуть чуть позже можно остановиться но факт в том что конечно если есть сезон если по другой грибы ну зачем заморачиваться спиртом закапывать или водкой там закапывать что-то ждать они вот они здесь как говорится цветут вовсю хоть косой коси никто не собирает тогда просто приобретаются весы ну либо если человек на свой страх и риск хочет на глазок ну значит на глазок он потихонечку подщипывает с каждого раза все больше и больше употребляет и потом также снижается вниз для чего чтобы тело привыкло обратно если резко бросить это кстати это тоже ничего хорошего ну может ну не умрет не заболеет ну будет такое состояние какого-то может быть отсутствие сна вот такое перевозбуждение то есть не будет наоборот сна или наоборот сонливость это если маленький маленькое количество я думаю что будет просто перевозбуждение нервное вот обычно нервное перевозбуждение были случаи когда люди резко бросали по каким-то причинам обычно нервное перевозбуждение человек не может заснуть ну как он засыпает в итоге ну вот мучается ворочается потом засыпает ну а техника безопасности элементарная давайте мы на нет уже остановимся техник или техника безопасности следующее ну во первых надо уяснить что надо начинать всегда с одной капли вот с одной капли прибавлять по одной и поэтому если даже что-то где-то у человека организм ослабленный или он там хочет какие-то приличные дозировки своему организму да скажем так дать то он по одной капельке тихонечко прибавляет 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 и как только он чувствуешь что-то какие-то неприятные моменты в теле может быть там где-то подташнивать его начал или или кожа зудится или еще не может быть понос или перевозбуждение нервной не может уснуть то просто он должен приторм притормозить на этих каплях побыть на них два-три дня или вообще остановиться и через некоторое время идти вниз по этой горочке вот в общем то и все поэтому здесь никаких опасностей нет то есть если человек обладает разумом каким-то хотя бы зачаточным и понимает что это надо делать потихонечку по капелькам гарантированно и ответственно могу сказать что вообще с ним ничего не будет плохого только все хорошие то есть юрий мы как дегенераты и идиоты как и было сказано первом послании обладаем все-таки крупиночки разума и мы говорим что ни в случае дозировку не увеличивать и как только появляются какие-либо симптомы то сразу же остановитесь и задумайтесь где-то что-то вы сделали не так или может быть у вас что-то с организмом не совсем то что нужно хорошо так ну давай дальше продолжаю так просто надо реплики вставляю надо чем-то заняться во время ну не крайне нежелательно резко бросать то есть если человек испугался у него там бессонница началась или или начал весь чесаться он жутко да то ни в коем случае не надо бросать надо просто или две-три капли откатить обратно или на этих каплях находиться и даже если он все равно бросит просто получит какие-то временные неприятности которые пройдут через два-три там ну четыре дня от силы ну и все будет себя чувствовать как чувствовал то есть за эти три дня два три дня пока он будет принимать и чесаться есть вероятность того что те паразиты из-за которых чес и происходит они в общем-то все сдохнут но здесь надо еще иметь в виду что как многие целители рекомендуют прежде чем заниматься вот именно чистки организма какими-то веществами которые травят у нас внутри организма кого-либо то необходимо все-таки подготовить кишечный тракт тому чтобы вот эти все от умершие паразиты негодяйчики они спокойно уходили поэтому лучше все-таки прочистить еще и клизмочку сделать вот лучше там как-то с печенью поработать чтобы печень свободно принимала это все и отпускала вот эти моменты тоже наверное как-то надо учитывать а не просто так с полным желудком с полным кишечником всех и толстого и тонкого заниматься самоочисткой иначе там могут быть тоже не совсем хорошие наверное какие-то последствия да эту тему тоже я могу кратко раскрыть имеется тоже опыт и сперва было были знания потом был опыт поэтому я могу не голословно сказать ну самое главное что если время не терпит и по каким-то причинам человеку надо ну мало лечу не дай бог онкология которая серьезная да и нет у него времени тщательно кишечникам печень месяцами да можно начинать это сразу просто надо делать аккуратно там есть определенные ну скажем так моменты которые надо учитывать а по-хорошему надо провести конечно очищение кишечника полностью я предлагаю такой вариант обычно не клизмами теми же самыми да а берется касторка и лимон то есть есть касторово лимонная клизма вы извиняюсь касторово лимонная чистка как это делается берется касторка 1 грамм касторки на 1 килограмм веса то есть если человек ну так для удобства возьмем цифру 100 если он весит 100 килограмм значит берется 100 капель это два пузырька в аптеке и берется в два раза больше лимонного сока покупается 4 лимона обязательно свежие никакие не пакетированные выжимаются нагреваются и очень коротко не буду останавливать выжимаются нагревается до 40 градусов чтоб теплая была жидкость и взбалтывается в банке касторка с лимона смешивается я забыл так сказать касторка с лимона смешивается в банке взбалтывается подогревается чуть-чуть и выпивается это очень хорошо чистит весь желудочный кишечный тракт печени желудочный пузырь очень хорошо почему потому что клизма не очищает только толстый кишечник в тонкий кишечник и попадает но вкус но вкус специфический это надо всем понять сразу так что будьте готовы потому что надо зажимать нос очень помогает я вот проводил неоднократно такие чистки надо зажимать нос тогда не будет никаких да тут уж чех чё зажима не зажимай касторка все равно свои сделает зажима не зажимай гадость еще редкостная конечно так когда одну-две капельки еще можно проглотить а вот тому кто весит больше 100 килограмм ну я сочувствую просто реально сочувствую потому что на 100 грамм или 120 грамм выпить касторки за раз это надо так человек мужествен должен быть но что делать но зато да но зато это чистка реальная и потом ждите ответа как говорится вот теперь давай так поделись это лучше делать все таки на ночь и потом с веселым с веселым таким трепетом скакивать с кровати и стремление своей направлять сторону унитаза или это делать с утречка чтобы днем в бодрости как-то так не особо задумываясь об отдыхе к самому белому другу подходить но я думаю что лучше всего скажем так исходя из опыта уже и своего и окружая и окружение я пришел к выводу что лучше это делать с утра во первых это идет на пустой желудок то есть вечером все таки обед был дайте человек даже перед ужином или даже после пусть он после ужина выпивает но проходит но два-три ну четыре часа там ну пусть даже пять все равно это получается накануне там пища может еще какая-то оставаться или по крайней мере она будет рядом где-то находиться до в желудочно-кишечном тракте а с утра человек ну как минимум ну как минимуму на 8-10 часов наверное он не ел и на пустой желудок воздействие будет лучше но опять таки смотря какое заболевание смотря какая схема приема выбрана на человеком или какая схема приема ему назначена может быть там как говорится его лечащим врачом бывает что надо выпить и утром и вечером то есть обычная через некоторое время когда люди уже привыкают и ты уже спокойно относятся к этой настойке и почувствовали эффект положительный я назначаю еще и на вечер прием капель почему потому что каждые 12 часов вымываются все вот эти активные вещества которые содержатся в мох и море то есть если человек выпил в 9 часов утра то 9 часам вечера фактически организм все вывел и действующие вещества перестают его излечивать то есть надо еще раз принять некоторое количество капель ну выглядит это так если утром одну вечером одну насыщение 2 2 3 3 то есть вот так вот или бывает что человек с утра выпивает только по утрам дошло до 20 капель но это серьезные кита случилось дошло до 20 капель и он остается на этих 20 каплях он пьет каждый 20-20-20 каждый день пьет а вечером подключаются вечерние капли скажем так и он начинает по одной наращивать одна капля там на двадцать первый день это одна на 22 2 капли на 23 3 капля утром 25 получается у него суточная доза растет было 20 суточная по утрам только потом добавились вечерние в итоге он пришел к 40 каплям суточным то есть 20 утром 20 вечером и потом снижает уже одновременно идти и другие капли ну вариации очень много например на это выглядит так то все делается очень постепенно главное надо понять делается очень постепенно и надо к себе прислушиваться ну и вообще помор он является еще определенным энергетиком он дает определенные силы и определенные определенную настройку организма на устремление то есть вот замечено было не только мной но и в литературе это встречал и окружающие люди которые лечились таким образом они заметили что он выступает как такой направитель направитель каких-то устремлений или какой-то энергии то есть если ты встал пошел копать копаешь 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 ты пошел там силов читать читаешь 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 то есть вот как бы он дает энергию ну куда тебе Куда ее направить, ты выбираешь сам, в какую область или в какую-то деятельность определенную. Вот это очень хорошо заметили. Ты когда сказал про поводу, подключают еще вечерние капли, у меня так сразу стал вопрос, это что же, из каких-то других мухоморов отдельно вечерние капли делаются? Или как в анекдоте про то, как приходит солдат фельдшеру и говорит, слушай, фельдшер, у меня живот болит и голова, тут берет таблетку пополам, ну раз, говорит, вот это правое от головы, а вот это от живота. И ни в коем случае, смотри, не перепутай. Вот из этой же серии, те же самые капли, все, ничего не меняем, просто другое количество. Вот он заключался вечернее слово. Это значит, что да, из-за этой истории самые баночки или бутылочки накапываются, выпиваются, вечером та же самая настройка. Дело в том, что, как я уже сказал, мухомор, он обладает таким удивительным свойством направлять энергию туда, куда человек ее сам направляет. То есть, если он собирается находиться в бодрствовании, то ему не захочется спать. Вот утром, например, он выпил 20. Но я не говорю о сверхвысоких каплях, я вот говорю о до 20 каплях, так скажем. Будем говорить до 15-20, в зависимости от веса еще, кстати. Ну, это понятно, по-моему, да, до 15-20, если мы об этих каплях говорим, то он утром и вечером выпивает, а они на него действуют. Вечернее действует как вечернее, а утреннее действует как утреннее. Как вот мне нравится-то тоже такое. Была такая бабушка, я читал в свое время литературе, еще в советские времена, даже уже не помню где и как. У него было два лекарства. Одно было лекарство отнутра, а другое лекарство было отнаружи. Вот и все. Не знаю, с одной ли она там больше какие-то лекарства разливала, но факт в том, что всем помогало. Теперь скажи, пожалуйста, ты не боишься того, что вот проведя эфир, найдутся люди, которые что-либо сделают не так, и потом к тебе будут обращаться, скажут, вот пришел человек такой умный, всяких слов наговорил. А мы тут теперь, бедные, несчастные, страдаем, умираем, как в Африке, когда это, помните, Чуковский, да? В Африке начались там ангина и что-то там еще, и бедные лежат, не могут сдвинуться. И доктор Эболит им к ним переедет. Вот ты не боишься того, что кто-то сделает что-то не так, и потом тебя начнут опрекать в том, что ты людей с пути истинно сбил и какой-то гадостью напоил, накормил? Ну, техника безопасности, мы же о ней поговорили, то есть люди ознакомились с техникой безопасности, они ее знают. Одно дело мы с вами поговорили, другое дело, будут ли они технику безопасности применять, вот это вот надо как-то так учитывать. Если не хотят жить и выздороветь, конечно, куда они денутся. Ладно, хорошо. Будут применять технику безопасности. Но это как реклама, реклама водки или сигарет, это все слушают, и все же понимают, что нельзя, например, выпить ведро водки или выкурить 10 пачек сигарет. Не факт, не факт, не факт. Это абсолютно не факт. Ну, тогда уже таким людям в эфир просто нельзя даже задавать. Нет, ну, мы про водку-то вообще ничего не говорим, да, как бы тут это все понятно, но когда я встречал людей, которые говорят, ну, я не враг своему здоровью, я умею отдыхать, как в известном фильме, да, и после этого падает. Вот, ну, довели-то людей до полного безумия. С одной стороны, лечебные средства все запрещены, а с другой стороны, отрава, которая убивает людей миллионами в течение года, она широко рекламируется, широко доступна. И когда заходишь в любой магазин, у кого есть лицензия и справка на то, что она имеет право спиртное продавать, то в этом случае треть магазина, вот я наблюдал, минимально это одна четверть, и до половины магазина, в среднем одна треть, это занято вот этой спиртной бодягой различного вида. Вот. И это все пьют, и это все нормально, и старый млад, то, что называется. И на праздник каждый приходится своим. Если посчитать количество выпитого, то как минимум, там, получается, от полулитра до двух литров люди умудряются за день вот этих праздников выпивать. И при этом никто не скажет, что вы травитесь. А вот найдутся умники, которые потом скажут, Юрий, ты что нам тут такое наговорил там? Мы вот тут и так далее. Вот что я имел в виду. Ну ладно, давай теперь поговорим про то, как нам быть с внешним применением. Ты так обозначил, что да, внешне применяется, но известно несколько способов применения. Во-первых, существует обычный способ. Берется та же самая капелька, капается на пораженное место, и смотрим, что там происходит. Пенится, шипит, взрывается и так далее. Это понятно. Но ведь еще с давних времен существуют примочки, припарки, какие-то крема на основе глицерина, естественно, жира и так далее. Вот что ты можешь сказать про такие внешние способы применения настойки? Да, с такими внешними применениями я знаком. Ну вот я еще раз остановлюсь на том, что технику безопасности мы дали. И, в общем-то, ну что еще можно сказать? Если человек все услышал и технику безопасности прослушал, и сделал что-то не так, ну, я думаю, что это понятно любому другому человеку, и ему, что, в общем-то, это он сам не прав. Даже если, как бы ему не хотелось, может быть, там, призвать какой-то моральный, пусть даже ответственности, меня, например, для еще кого-то. Вот такой момент. А по поводу наружного применения, там тоже существуют вариации, вплоть до того, что берется обычный мухомор, крошится он. Вот берется свежий мухомор, крошится и накладывается на открытую рану. Просто вот думайте, на открытую рану. Сверху накладывается чистая тряпочка, потом целлофановый мешочек, и где-то на 2-3 часа оставляют люди. Или какой-то свеч, например, или любая другая болячка, поцарапина, в конце концов, обычная. То есть идете по лесу, поцарапались, не дай бог, за какую-то ветку, может сильно, может не сильно. Видите гриб, раз сорвали, в руках растерли, приложили, тряпочкой замотали. Нету целлофанчика, ну и ладно, нету тряпочки, ну просто потерли, да выкинули, дальше идете. Заживает очень быстро, никаких особо неприятных ощущений нет. Давай уточним, натирать красной частью, натирать вот этими пупырышками белыми, или натирать то, что под корочкой находится, внутренняя часть мухомора, которая к земле обращена? Ну, в общем-то, соком мухомора, то есть когда в руках вы его раскрошите, можно самой кашицей. То есть вот в руках раскрошить, и самой кашицей просто вот, то есть такую сделать из этого мухомора, сделать именно что, кашицу. То есть взяли, просто давай так, взяли, вот отломили от мухомора шляпочку, размяли ее, вот как она есть, ничего не отделяя, и после этого замазали вот эту рамку. Да, 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 все, совершенно верно. Оторвал, оторвал, приложил, привязал, вот так. В другой момент мы говорили, что настойка на водке или на спирте, также можно применять, растирать, то есть, например, болит поясница. Ложится человек, там ее сам себе натирает, ну, желательно лучше кого-то попросить, ему натирают ее, втирают, 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 она втерлась, раз еще добавили, раз опять втерлась. Или просто нанесли, положили целлофановый мешок и сверху какую-то теплую повязку сделали, и можно на ночь оставить. Эффект тоже очень хороший. Потом можно сделать, конечно, в виде мази. В виде мази, ну, используются различные растительные, либо животные жиры. Ну, я пользуюсь только растительными жирами. Из твердых жиров, вот, если человек хочет какую-то, какую-то именно мазь твердую получить, то из твердых жиров это вот только кокосовое масло, оно обладает твердым состоянием при температуре, ну, довольно-таки более-менее низкой, ну, то есть, скажем, где-то 20 градусов она, эта мазь будет густая. Если чуть-чуть больше, она уже растает, будет такая жиденькая. Можно на обычном любом, извините, можно на любом подсолнечном, на любом растительном масле это сделать. То есть, берется настойка мухомора, смешивается с маслом или с каким-то жиром, или с маслом, как я говорил, кокоса, если хотите, чтобы этот состав был густой. Настаивается, ну, если срочно надо, можно сразу пользоваться. Если не срочно, желательно где-то недельку настоять хотя бы. Просто, если сразу пользоваться, эффект будет чуть-чуть ниже, но, тем не менее, он будет все равно высокий. То есть, можно что сделать? Да, ну, например, вот у человека, например, ну, какой вариант можно подъяснить? Например, на голове перхоть, да? Вот у человека перхоть. Если он будет спиртовой там настойка мазать или какой-то, например, водочный, это еще ладно, то он может себе просто волосы сжечь. А так он берет просто вот эту масляную настойку, в ней концентрация уже пониже, и наносит на кончики пальцев и втирает в голову. Втирает, 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 втер, можно шапочку надеть, походить там какое-то время, или там даже поспать, и потом смыть это все. И так делать два раза. Можно туда также добавлять живицу. Вот я проводил эксперименты по себе. В каком плане? То, что прочитал, можно брать живицу сосны или кедры, ну, любую другую живицу, какая есть под рукой. Добавлять вот в эту мухоморную мазь, или в масляную вот эту вот субстанцию, которую мы сделали. То есть мы масло добавили, смешали с мухоморной настойкой, добавили туда живицу. Все это мы взболтали, перемешали. Живицу, конечно же, надо мелко-мелко истолочь. И после этого получается такая беловатая субстанция, когда его взболтаешь, настанется как молочко белое, со специфическим таким запахом интересным. И тоже втирает. И, кстати, очень хорошо помогает. Вот живица, она является хорошим транспортным веществом. Транспортирует вещества хорошо к нужному органу. Также туда можно добавлять прополис. Я добавлял еще и прополис. То есть 3-4 ингредиента делал. Бывает даже 5 ингредиентов, туда еще добавляется настойка острого перца. Тоже очень хорошее совмещение. И просто замечательные показатели, и замечательные результаты. Хорошо, а давай прервемся на музыкальную паузу, после этого продолжим разбирать тему. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из современных календарей 11 мая 2016 года – среда, пятница. По одному из старинных календарей 30-й день месяца посева на речении, 7500-24 лета. И мы говорим об очищении мухомором тела и сознания. То есть, о забытой истине. Главный соведущий – свято-рус Один Юрий Лодин. Казалось бы, тема довольно-таки в современном представлении большинства людей очень такая скользкая. Много тут было у нас уже высказываний по поводу того, вот что, ребята, очумели, что ли, мухоморов обили, что начинаете пропагандировать эту, так сказать, ядовитую отраву. Но, как выясняется, по ходу дела не такая уж это ядовитая. Мы не рекламируем саму ядовитую отраву, мы рекламируем средства против множества болезней. Вернее, даже не так. Мы не рекламируем, мы просто делимся своими наблюдениями. Вот так, наверное, будет лучше сказать, потому что если мы начинаем что-то рекламировать, мы несем за это ответственность. Если мы просто делимся наблюдениями, то каждому из вас решать, хотите вы повследовать примеру, например, того же Юрия или не хотите. И тогда уже частично ответственность с Юрией будет снята, на мой взгляд. Ну так, продолжаем, давай еще что-то расскажем о применении уже этого волшебного настоя, и потом перейдем, наверное, к вопросам и ответам. И ты хотел что-то еще про спиртовые дела упомянуть. Да, ну сперва я хотел добавить, что я даже не наблюдениями делюсь, я делюсь собственным опытом, который я пропустил через себя. То есть я где-то около уже трех лет знаком с этой темой плотно, и сам, то есть, ну, в силу особенностей именно своего характера, мне интересно было на себе это попробовать. Ну, плюс у меня были некоторые, ну, вот со спиной, скажем так, болячки некоторые были, спина болела и так далее. То есть я к этому пришел вынужденно в своей жизни где-то так, скажем. Вот, но все равно искал. То есть я, как и любой здравомыслящий человек, нахожусь всегда в поиске. Ну, и набрел на эту тему и начал ее пользовать. И просто пришел в неописуемый восторг. Естественно, начал рассказывать родственникам, друзьям, знакомым, близким. Ну, и практически все через это прошли. И отрицательных, как говорится, впечатлений ни у кого нету. Поэтому я делюсь просто личным опытом и опытом близких людей, кого я в лицо знаю и с кем я, как говорится, из уст просто разговариваю. Хорошо, поправка принята. Давай так и скажем, что в данном эфире мы делимся просто своим личным опытом и не более того. А вот если вы хотите прибегнуть к чему-либо из услышанного, то в этом случае вы должны понимать, что техника безопасности была, опять же, из своего опыта озвучена, проверена. Если вы будете превышать технику безопасности, то в этом случае вы будете брать всю ответственность на себя любимого. Ну, продолжай. Так, ну, по поводу спирта. Значит, мы заливаем спиртом настойку шляпок мухомора, мы делаем на спирте. Как я сказал, это лучше всего. Почему это делать? Так получается в итоге в природе, что когда мы спиртом заливаем вот эти шляпки мухомора, то конечная крепость получается около 40%. Ну, даже можно специально. То есть, если иметь специальный прибор, то можно подобрать, чтобы крепость была 40% в итоге. Когда вот он остается через 40 дней, вы вытаскиваете, смотрите, ага, я вот на палец больше бы налил на один сантиметр, там, к примеру, да, выше. Что это у меня получилось? То есть, мы вставляем спиртометр, ариометр, так называемый, проверяем, смотрим, ага, там, например, 35 градусов, значит, надо чуть-чуть добавить, или наоборот 45, значит, мы добавляем самого сока мухомора, ну, отдельно, если его имеем, к примеру, да. Можно так и не делать, но почему мы подбираемся к 40 градусам? Ну, во-первых, как вы знаете, 40% та же самая водка почему делается? Это самое лучшее соотношение воды и спирта для проникновения во все органы и ткани человеческого организма, в том числе и через прихождение, через так называемый гематоэнцефалический барьер, это защитный барьер для головного мозга существует в нашем организме, кто не знает, если вкратце. Вот, то есть водка именно в такой пропорции, 40-градусной, проникает во все клеточки, и когда она употребляется в микродозах, ну, вот в данном случае 40-градусный настой мухомора, да, мы употребляем, ну, пусть даже 20 капель, ну, пусть там 30 капель, там, не знаю, ну, пусть даже 50, это очень мало, это очень маленькое количество спирта, но как транспорт он срабатывает очень хорошо, и вот эти активные вещества, которые находятся лечебные в мухоморе, они доносятся в каждую клеточку в самом лучшем виде, и, ну, скажем так, досконально, то есть вот столько, сколько надо, и туда, куда надо, и в этом случае именно вот этот спиртовой раствор, как это называется водка, и он уникальный, просто у нас в мире же все перевернуто с ног на голову, и какие-то медицинские вещества, та же самая водка, которая всегда использовалась только как транспортировщик лекарственных средств, теперь используется просто, ну, для какого-то своего оболванивания, да, это в корне неверно, поэтому вот на многие вещи надо смотреть нейтрально и понимать просто предназначение, опять-таки, если человек здоров, и у них все хорошо, то ему, во-первых, и не надо, может быть, этот мухомор пить, или пить какие-то совсем небольшие дозировки для профилактики, почему, потому что те же самые паразиты, грибки, они подселяются практически каждые 2-3 недели, среди нас нет здоровых людей, как таковых, и я хочу вкратце сказать, что вот я нахожусь на определенном своем питании, я употребляю только сырую пищу уже некоторое время, около более 4-х лет, 5-х лет, год прошел, 5-е лето пошло, и я думал, что вот все, я такой весь чистенький, и у меня все паразиты, и все грибки, и все у меня прошло, но когда я провел вот эти вот мухоморные, скажем так, очищения, мухоморные капельный прием, и почувствовал на себе, ну, некоторое действительно вот освобождение, и были результаты, то есть у меня прошли различные кожные там проявления, кишечник стал по-другому работать, сон стал по-другому, ну, и другие косвенные признаки показали на то, что все-таки какие-то паразиты во мне были, хотя я сколько раз очищался и находился на середине, тем не менее они присутствовали в моем организме, также они присутствуют и в каждом первом, в общем-то, в человеке, если он не занимается выведением, выводить надо по-хорошему, как мы чистим зубы, ну, зубы мы чистим два раза в день, утром и вечером, а антипроизитарные чистки надо по-хорошему проводить два раза в год, весной и осенью, ну, кстати, многие животные, вот момент такой, кратко коснусь, многие животные употребляют мухомор в сыром виде, едят его нормально, никто их не заставляет, никто их не учит, то есть животного мира, живого мира нам тоже надо брать примеры, анализировать те же самые олени, лоси, медведи, сороки, лисы, белки, бурундуки и так далее, и так далее, они употребляют мухомор в пищу, никто их не учил, никто им этого не показывал, просто подходят и едят, и на людях не проводили такие исследования, потому что официальная медицина не признает этот лечебный продукт, проводили исследования гистологические, и у этих животных рассасывались опять-таки те же самые онкологические заболевания, различные опухоли и распадались, то есть они даже не оставались в каком-то закапсулированном состоянии, как часто бывает после химиотерапии, радиотерапии и других каких-то видов выздоровления, то в данном случае все рассасывается и распадается, вот такие вот интересные моменты тоже есть. Ну то есть ты предполагаешь, что в мизерных количествах спирт, он не является тем разрушающим компонентом, который сейчас употребляется для уничтожения наших людей? Ну это медицинский факт, это медицинский факт, это просто транспортировщик, транспортировщик активных веществ к нужным каким-то клеткам, скажем так. Ну более того, я это встречал и в литературе современной, ну в общем-то об этом говорилось вскользь. По своему опыту могу сказать, что вот эти 20 капель этого спиртового раствора, который в итоге же уже не спирт, в итоге же уже в районе 40 градусов получается, мы же, когда настаиваем, из мухомора выходит сок, он же тоже является жидкостью, соответственно процент содержания спирта падает. И примерно получается, примерно, то есть делать, как я говорил, плотно набить банку и залить чуть-чуть выше грибов, получается в районе 40 градусов примерно. И вот вы накапали там 10-20 капель. По большому счету это не превышает даже естественную внутреннюю норму человека, у которого вырабатываются те же самые спирты, если мы знаем, да, то есть человек тоже вырабатывает некоторое количество спирта эндогенного. То есть это не превышает просто внутреннюю какую-то даже дозировку. Ну да, 20 капель по сравнению с 20 стаканчиками. Одна капля даже не грамм, да, извините, что ты привел. Одна капля даже не грамм, то есть она даже не грамм весит. Ну да, я понимаю, я говорю, просто хотел выразить, что некоторые у нас умудряются 20 рюмашек за один вечер принимать, вот, и при этом еще как-то после этого выживать. И у меня есть знакомые, которые просто гонят самогон и при этом хвастаются, какой у них чистый спирт, я уже неоднократно это говорил в эфире, это я говорю, ребята, вы самоубийцы, разницы абсолютно никакой нет. Что вы купите водку в магазине, что вы сделаете из дерьма самогон, что вы сделаете из винограда самогон. Формула одна и та же остается. Вот, так что вы, наверное, не тем хвастаетесь, вы хвастаетесь тем, что вы себя уничтожаете за свои же деньги. Ну, люди не понимают. А тут мы переходим именно к очень малым дозам, и поэтому здесь я свой пыл по поводу алкоголя уменьшаю и считаю, что это, на мой взгляд, уже допустимо. Вопрос только, как часто. Ну, сейчас ты сказал, что один-два раза в день. Это тоже не так часто получается. Да, вот такой еще момент можно мне добавить. Дело в том, что когда присутствуют в нашем организме паразиты, а особенно именно паразиты кишечные, как правило, они продуктом своей жизнедеятельности, у этих паразитов, продуктов жизнедеятельности являются в том числе и спирты. То есть различные-различные бяки, там шлаки, их продукты жизнедеятельности, именно выделение, распада, то также они еще и выделяют спирт. То есть те люди, которые просто думают, а, я вот веду трезвый образ жизни, ну ладно, у меня там болит, ну ладно, там паразиты, ну ладно, буду с ними жить, например. Ну и хорошо мне, вроде ничего не болит. На самом деле они постоянно получают некоторое подпитывание спиртом, сами того не понимая, и свое ощущение воспринимают за трезвое. А оно может быть далеко не трезвым. Это тоже надо учитывать. Это тоже, как говорится, не я сказал, это медицинский факт. Кто хочет, пожалуйста, можете проверить, почитать, что паразиты, они тоже из спирта выделяют. И неправильное пищеварение. Когда человек мешанину намешал и все это в себя закинул, каким-то сладким чаем запил, то там тоже могут образовываться различные спирты еще в большем количестве, чем даже та же самая настойка, например. Да-да, здесь надо просто понимать, что в этом случае, когда у вас паразиты, вы имеете кишечный самогонный аппарат прямоточный, потому что большинство не просто паразитов, но и грибков, и бактерий, они выделяют очень много разных веществ, от газов и заканчивая вот как раз жидкостями. И во многих случаях жидкость, то, что у нас принято называть мочой, она и является спиртосодержащим продуктом выделения. Дрожжи это однозначно выделяют, мочу в виде спирта. Ну и другие тоже, некие спирты. Ну, надо понять, что спирты не обязательно этиловые. Есть спирты разные. Аммиак тоже можно отнести к спирту, да, спиртовой такой состав. Хотя он и по вкусу, и по запаху совсем на этил не похож. Но это тоже отрава еще та. Так что неважно, какой спирт выделяется, главное, что это все находится внутри вас, и постоянно, постоянно, постоянно после каждой еды, после каждой сладкой какой-то вкуснятинки, вы внутрь себя добавляете дозу спиртового разрушителя, который вас просто уничтожает изнутри при помощи ваших друзей-паразитов. Да, но хотелось бы добавить, что отличает лекарство от яда. Это просто дозировка. То есть мы все приходим к дозировке. Почему? Потому что, опять-таки, тот же самый спирт, организм тоже выделяет необходимых ему количеств для жизнедеятельности. Так что, если не превышать дозировку того же самого настоя мухомора, то с вами ничего не будет, даже если он сделан на спирту. Вот здесь Гриша написал, сейчас, вот здесь Гриша написал, методик скажет, опасного Алексея со ведущим тьму затеяли, как бы за такое не засадили и радио не подставили. Мы уже неоднократно сказали, что если каждый человек, если человек, вернее, немножко является сумасшедшим, то в этом случае он может и об стену лбом разбежаться и помереть, или прыгнуть с крыши вниз головой. Мы неоднократно говорили, что в данном случае все вот эти измерения, вернее, все употребления измеряются каплями, каплями, а не граммами, литрами, тоннами и так далее. Все здесь в очень-очень дозированном количестве и употребляется один раз в день и в лучшем случае два раза в день. Так что вот это вот не устаем повторять и будем повторять. Продолжай, пожалуйста. Ну и самое главное, мы делимся просто опытом, просто общаемся, и каждый человек, слушая, просто что-то понимает. К тому же это является открытой информацией. Вы можете набить слово «мухомор» в интернете, и у вас будут миллионы, миллионы ссылок, и кто во что гораст, кто их ест, кто их пьет, кто их жарит, кто что делает. Ну и никто особо потом не жалуется, видимо, ну я не видел никаких там особых возмущений, даже если кому-то что-то не понравилось. Видимо, люди понимают, что они сами что-то сделали не так. Это тоже надо понимать и пользоваться здравомыслием. Все-таки, я думаю, аудитория понимает это слово, что надо все отдавать себе что-то, что тот человек делает своими руками. Иначе можно взять и нож в живот себе втыкнуть. Если вкратце, это так. На что мы еще остановились, я еще не рассказал. А, ну вот во Франции, касательно того, что вот в других странах, например, во Франции это вполне признанное медицинное средство и оно используется как снотворное. То есть там берется определенная вытяжка определенных активных веществ, как раз которые дают именно сонливость. И делается настоечка, которая продается у них в аптеках, не зная по рецепту или нет, может быть даже и не по рецепту. И никаких побочных эффектов нету, и люди очень довольны, никто не жалуется. То есть французы пользуются этим нашим народным средством, которое было славянам известно, вот я говорю, около 12 тысяч лет назад. Даже есть такое, если как-то все-таки добавить положительных моментов на весы мухомора, я могу сказать следующее, что есть такой напиток, может быть кто-то слышал, сома, да, напиток богов. Так вот, в Регведе, в Регведе описывается сома такими словами, что дитя земли красного цвета, без листьев, цветов и плодов, с головой напоминающей глаз. Конечно, можно долго гадать, что же это такое, но вот на мухомор тоже похоже. На мухомор тоже похоже на это описание. И, в общем-то, из этого можно сделать вывод, что действительно это непростое такое, язык не поворачивается, сказать растение, но растительный такой живой организм, пусть он находится между животными и людьми, вернее, между растительным царством и животным царством. Но, тем не менее, его употребляют многие-многие-многие тысячи и даже вот десяток лет, тысяч лет, десяток тысяч лет. Еще надо отметить, да, еще надо отметить, что то, что вы видите... Это природа. То, что вы видите над землей, хочется еще отметить, это все-таки можно отнести или как к детородному органу, или как к половому органу грибов. Сами грибы находятся под землей, это грибницы, мицелии, грибницы и так далее. А то, что вылезает наружу, это уже не сам гриб, это уже его или половой орган, или средство размножения, как детородное что-то. Хорошо, здесь вот Виталий Заматич написал, кто пользовался мухоморами, тот уже не жалуется. Ладно, хорошо. Кто знает, тот молчит, да? Или уже просто сказать ничего не может. Ну что ж, в общем, смотрите, друзья, еще раз говорим, что мы просто делимся своими наблюдениями. Тем более, что эти наблюдения были подчеркнуты из открытых источников, которым в данном случае является интернет. Любое наше слово можете проверить из интернета взять. Интернет за это никто не закрывает. Можете почитать отзывы. Тем более, что в данном случае мы не делаем никакой рекламы какой-то клиники, какому-то человеку или какому-то врачу, доктору и так далее. Наша задача всего лишь на все поделиться информацией. Той информацией, которая когда-то кем-то была опробована. А вдруг поможет? А вдруг что-то хорошо будет после этого? Итак, что-то тебе есть сказать? Тоже скоро музыкальная пауза, и вопросы нас еще ожидают. Да, вот вкратце скажу, что люди, которые опасаются, может быть, по поводу каких-то последствий, по поводу применения мухомора, то есть это вполне легальная, законная вещь. То есть вытащи из кармана и ходи всем показывай, и жуй его на глазах людей, как говорится. Хочешь в милицию зайти, они удивляться, может быть, но ничего тебе не скажут. Почему? Потому что оно легально. Оно не признано, это средство не признано. Официальная медицина, народная медицина, оно признано. Официальной медициной, у нас конкретно в России, оно не признано. То же самое в Франции признано, например, в каком-то пусть ограниченном диапазоне. Поэтому, ну, она просто может быть очень вещь странная для окружающих людей и для менталитета, для нашего мышления современного, но по сути является обычным каким-то целебным продуктом, как любые какие-то травы или какие-то другие грибы, там, лисичка, например, или еще что-то, или чага, например. Ты хотел рассказать что-то про то, что делать со шляпками, как раз на несколько минут до музыкальной паузы. Что со шляпками потом делать, которые уже были в спирту? Что с ними делать? Они перекрашиваются в кашицу и прикладываются опять-таки к больным органам или к каким-то открытым даже ранам. То есть, если, ну, надо попробовать обязательно на каком-то отдельном сегменте тела, например, на внутренней стороне запястья, где одно из самых чувствительных мест находится. Если у вас нормальная реакция, то можете прикладывать, например, к той же самой пояснице. Если болят какие-то суставы, можете обмазать этой кашице мухоморные суставы, обмотать целлофановым мешочком, тряпочкой, теплой каким-нибудь шарфом и оставить на ночь. То есть, утром вы проснетесь и почувствуете, ну, действительно улучшение. Вот я вот, как я уже говорил, на себе заметил, я спину намазал, 3-5 минут, все, чувствую эффект сразу. То есть, я был просто удивлен, я поражен был, просто поражен. Ну, вот, в принципе, мы сказали все, как применять мухоморы, как подготавливать эту волшебную настойку. Вот. И заключение, наверное, можно еще сказать, здесь вот в чате идет очень активное обсуждение о том, что оказывается, мухоморы еще можно как грибы есть. Но это, опять же, никакой мумире не реклама. Кто-то говорит, что нормально, вымачиваются в нескольких водах, вот, отвариваются, и живы, здоровы. Я, опять же, ни в коей мере не рекламирую, я просто читаю то, что здесь в чате было написано. Оказывается, есть еще люди, которые мухоморы в том виде, как они вот растут, употребляют, и при этом никаких проблем у них со здоровьем не возникает. Главное, просто с умом это все делать. Но по себе я знаю, что, вот, лично я пробовал, ну, надо же с чем-то было экспериментировать в свое время. И когда много лет назад один, ну, дядька, я тогда еще был помоложе, он уже такой был в возрасте, он показал, как можно есть мухоморы. Я так испугался, говорю, ты что, мухоморы собираешься есть? Он говорит, да. Но там показал, что он взял острый ножичек, аккуратненько снял вот эту розовенькую, красненькую шапочку с шляпочки, пленочку, с шляпочки мухомора, которая с белыми точками, ее выбросил, и после этого стал на моих глазах поедать уже очищенный мухомор в сыром виде. Конечно, глаза мои расширились, я испугался, потом прошло какое-то время, я увидел, что с человеком ничего страшного не произошло, он съел полностью шляпку, а мухомор был большой, вот, он полностью съел шляпку, облизнулся, и это у него был такой, была такая разминка перед обедом, то есть он размялся мухомором. И вот тогда я, свой страх, как бы так преодолев, тоже нашел мухомор в лесу, вот, несколько раз так вздохнул, написал мысленное завещание, считайте меня коммунистом, как это, некоторые шутят, снял шапочку, кусочек небольшой в рот положил, и был удивлен тому, что вкус как у сыроежки оказался. То есть, если вот просто-напросто не пользоваться вот тем, что есть ядовитые точечки, а снимать это все дело с пленочкой, то в этом случае отравиться мухомором, ну, наверное, оно уже тяжеловато. И потом, в дальнейшем, я тоже попробовал, так же, как он целиком шляпочку съест, съел, как бы и не было ни рвоты, не было ни поноса, не было никаких неприятных ощущений. Вот это вот был мой опыт. Ну, естественно, я после этого мухоморами не злоупотреблял никогда, вот, и это был просто мой эксперимент. Но исходя из того, что ты рассказал, то, наверное, пойду искать мухомора и все-таки попробую сделать этот чудодейственный настой. А вдруг что-нибудь такое там еще где-нибудь у меня есть, от чего избавиться надо. Ну, ладно. Давайте мы сейчас прервемся на музыкальную паузу. После этого, наверное, как ты думаешь, мы уже перейдем к вопросам-ответам или что-то еще порассказываем о чем-нибудь? Ну, я готов к любому развитию событий. Могу вот вкратце добавить, вот пока эта тема еще идет. Можете открыть Википедию, пресловутую и ту же самую, и прочитать, кто не верит, ну, кто мне на слово не верит, что в префектуре Нагано или Нагано в Японии, наверное, Нагано. После определенной обработки мухоморы с великим удовольствием и наслаждением употребляются японцами в пищу. То есть, это обычное национальное у них блюдо там своеобразное. Каким образом обрабатывается? Просто проваривается в нескольких водах как минимум в двух и как минимум минут сорок и после этого употребляется в пищу. Также можно и... То есть, были случаи на территории Российской Федерации, которая описана в различных источниках, когда в Сибири, например, мужики собирались, не было у них никакой еды или заблудились, или вот были моменты во время войны, просто брали и проваривали эти мухоморы и получилась такая, с их слов, курятина слегка сладковатая или кальмары какие-то, или типа кальмаров. Вот, я сам не пробовал, но вот такие вот встречал неоднократные заметки в различных книжных источниках, ну, что тоже интересно, в общем-то, для общего кругозора и видения. Ну, бывает, со шляпки снимают кожицу, она снижает вот этот эффект рвотный, но тем не менее, если их много съесть, все равно будет рвотный эффект, потому что активные вещества есть, да, активные вещества, то есть, если вы их начистите себе горку и захотите съесть, то умереть вы не умрете и отравиться не отравитесь, но прополоскает и пропоносит очень хорошо, на всю жизнь запомните. Обратите внимание, что я когда рассказывал, сказал сначала маленькие кусочки я попробовал, когда убедился, что на меня это действует как нормально, как обычный гриб, никаких галлюцинаций нет, ни отравления, вот тогда я уже шляпочку себе позволил и все, на этом мой эксперимент был закончен, то есть, я горку перед собой не клал, я ни с кем не спорил по поводу того, что вот сейчас я съем мухомор и буду таким великим, сейчас я под небо там живым вознесусь, нет, ни в коей мере, это было просто в виде эксперимента и не более того. Ну что ж, давай приведемся на музыкальную паузу и дальше попробуем поотвечать на вопросы наших радиослушателей. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разновор. Значит, напомню, что у нас по одному из современных календарей 11 мая 2016 года среда, по одному из старинных 30-й день месяца пассива и наречения 724 лет и пятница мы говорим про очищение мухомором тела и сознания забытая истина. Здесь Святарус Один Юрий Лодин главный соведущий здесь к нам пишут о том, что ну как сознание это очистить мухомором про очищение сознания про очищение забыли еще одна такая реплика ну все пошло-поехало теперь мухомора в лесу не найдешь все соберут будет дефицит да, будет дефицит ну так что про очищение сознания наверное как-то мы не сказали да, да вскользь коснулись ну кто не знает тот не догадается немножечко сейчас еще два момента я напомню несмотря на то что мы разбавляем то же самое шляпки мухомора спиртом или водкой крайне категорически противопоказано совмещать спиртные напитки если все-таки кто-то надумает такую мысль ни в коем случае нельзя вот это опасно для жизни то есть спиртные напитки в любом виде абсолютно несовместимы с настойкой мухомора вообще никак то есть это человек нужно уснить это очень опасно это вот просто опасно так все-таки так все-таки вот очищение сознания раскрытие подсознания и так далее это что как это при помощи мухомора с телом все ясно вот рассказываю конкретно про свой опыт опыт окружения своего ну сейчас дойдем до сознания чуть-чуть сейчас после момента затрону который я забыл сказать и когда я лично на себе прошел очищение настойкой мухомора я заметил что мне очень сильно снизилось количество сна и повысилось качество сна это один из признаков избавления опять-таки от кишечных паразитов и от грифов и от других различных подселенцев скажем так в широком смысле этого слова теперь непосредственно переходим к сознанию дело в том что все физические паразиты грибки вирусы бактерии они имеют определенную энергетическую связь еще и с астральными и с ментальными паразитами что это значит это значит что если вы разрываете связь с помощью выведения той же самой настойкой мухомора ну глистов пусть пресловутые глистов или грибы грибки какие-то то соответственно ваше сознание добавляется от энергетической субстанции которая была именно связана с этим пусть будет глистом может быть вы знаете или не знаете что те же самые глисты которые заводят в нашем организме или грибки они сращиваются с нашей нервной системой и через обратную так называемую иннервацию то есть подергивание за ниточки этих наших нервных окончаний они посылают в мозг сигналы определенные которые нами воспринимаются как наши личные ощущения эмоции чувства мысли и так далее то есть наши мысли очень часто это не наши мысли а какого-то там глиста если так примитивно все на пальцах объяснить то это выглядит так соответственно формируется определенная уже энергетическая субстанция либо просто прилетает как вы знаете когда вокруг нас постоянно какие-то живности живут в своей жизни просто мы их не видим не ощущаем и они в таком дуэте или альянсе выступают сращиваются в каком-то своем определенном диапазоне и действуют у нас с двух сторон то есть кишечный черепь он у нас изнутри астральный элементальный паразит он поддерживает определенный психофизический уровень не совсем конечно удобно для нас для людей и когда мы разрываем эту цепочку не все конечно но вот паразиты сознания они тоже уходят то есть паразиты наших мыслей паразиты наших чувств и эмоций это вот было проверено конкретно вот на мне я на себе это проверил то есть я был удивлен то есть я не преследовал такой цели я скользь об этом очень немного читал очень немного читал такого особо нигде не встречал и я обнаружил что это действительно так я был очень удивлен и определенный то есть даже определенные характеристики физиологии меняются сон качество сна меняется сам самопродолжительность сна меняется и ну даже не кричит и характер могут поменяться честно все более спокойный равновешенны и так далее и так далее то есть вот в этом плане очищение сознания тоже происходит и что мне нравится это происходит практически автоматически то есть вы просто берете и пьете эти капельки да согласно этой горочки определенной и по большому счету ничего делать не надо паразиты выходят из тела и они параллельно выходят из сознания и через некоторое время внимательный человек внимательный человек он это заметит обязательно это вот тоже неоднократно было подтверждено различными знакомыми которые прислушались попробовали и были благодарны такому открытию хорошо ну что ж давай перейдем к вопросам чтобы время не затягивать и посмотрим что у нас чем чат нас дышал по этому нашему вопросу мухоморов ну про Ивана в начале от Ивана вопрос в начале мы прочитали Виталий вопрос в эфир как обезопасить гриб ну мы уже много чего сказали так что не знаю стоит ли дальше что-то здесь развивать следующий вопрос Виталий да вопрос в эфир как обезопасить гриб с названием мухомор потому что я когда учился в школе по природоведению говорили что он ядовит и как эти яды вытащить из гриба тоже об этом поговорили дальше ратник вопрос в эфир для лечения желудочно-кишечного тракта мои знакомые срывают мухомор берут ножку очищают ее и едят сырой за один прием съедают две ножки и очень хвалят этот метод они проделывают эту процедуру ежегодно раз в год что ты про это скажешь я думал мы с тобой вдвоем такие сумасшедшие оказывается еще есть ну что об этом скажешь я могу сказать что они молодцы так держать и про ножки мухомора тоже можно сказать в ножках мухомора содержатся тоже все такие же активные вещества как и в шляпке только в три раза меньше только в три раза меньше поэтому если они съедают дадим прием две ножки то в общем-то они попадают вот в это русло допустимого количества использования за раз скажем так то есть это ну просто хорошо ножки не используются в настойках почему потому что я как сказал они в три раза слабее но когда грибов мало или по какой-то другой причине то можно заготавливать ножки то есть можно и с ножками вместе делать настойки и употреблять потом опять-таки эту настойку или эти ножки то есть тоже можно пожалуйста просто примерно в три раза слабее вот такой хорошо дальше Катюша Юрий можно ли лечить вагинальный кандидоз если да то как конкретно даже нужно и лечиться один из показаний это вот как раз таки вагинальный кандидоз он лечится на ура просто замечательно на это потребуется примерно ну может быть два-три месяца но очень внимательно надо относиться не пропускать почему потому что как только пропущенный прием то подавление грибка кандида прекращается и начинается рост поэтому очень тщательно соблюдать именно очередность и не пропускать ни в коем случае пропустили ничего страшного ну крайне нежелательно так делать то есть просто это прямое показание и очень хорошо помогает и были конкретные был конкретный у меня опыт когда у женщин которые мучились буквально десятилетиями десятилетиями или годами от вагинального кандидоза очень сильнейшего просто у них проходило они не могли поверить и в свое счастье и были очень довольны и сперва очень сильно боялись опять-таки этот мухомор там что-то на капельке не умрут многие плакали там чуть-чуть но факт в том что проверено и работает очень хорошо но опять-таки соблюдение безопасности напоминает хорошо а конкретная дозировка как закапывать туда внутрь как-то или опять же принимать через рот что хороший вопрос значит капли принимаются перорально так сказать примерно если женский организм весит скажем 60 килограмм 55-60 килограмм то где-то можно доводить примерно до 20 капель почему примерно потому что зависит опять-таки от человека от его заболевания от веса опять-таки как он сделал если один налил на два пальца спирта другой на пол пальца третий побольше мухоморов туда запрессовал то опять-таки не могут этим варьироваться показатели но примерно это выглядит так и также желательно взять свой чистый палец мытый намазать на него настойку обветрить ну то есть как бы пальцем помахать из стороны в стороны скажем так чтобы спирт испарился и осталась только водная часть настойки и палец вводится влагалище и проворачивается скажем так чтобы полностью внутреннюю поверхность влагалища на внутреннюю поверхность влагалища нанести вот эти активные вещества надо начать естественно это с маленького какого-то количества хорошенечко проветрить еще раз напоминаю от спирта иначе будет жечь ничего не будет опасного ну просто будет жечь и палец сводится и вокруг наносится в это причинное место вот в общем-то и все ну то есть так окунули подержали чтобы спирт испарился дальше засунули внутрь смазали и все хорошо очень часто у нас люди жалуются на различные проблемы не только женские но и еще когда там где-нибудь рядышком какая-нибудь трещина возникает или там геморрой люди много сидят мало двигаются едят не пойми что здесь если помазать это место то что тогда будет ну конкретно такого вот прям опыта у меня не было и такие люди мне не попадались ну чем еще хороша настойка мухоморы тем что она если она не помогает то она никогда не вредит то есть вот чем мне нравятся натуральные природные вещества опять-таки при соблюдении техники безопасности дозировки то просто они как говорится проносятся мимо и не приносят никакого эффекта ну и не приносят опять-таки никакого вреда поэтому если найдется такой желающий проверить то можно это сделать ну вот лично я не сталкивался с таким методом ну думаю что какой-то эффект будет потому что если там есть трещинка то эта трещинка та же самая болячка а болячка и мухомор очень хорошо заживляет если там какой-то пузырек например кровяной вздулся венка то вот так вот просто по логике вещи рассуждаю я думаю что будет положительный эффект непонятно только динамика это положительное но хуже не будет точно нейтрального состояния скорее всего тоже не будет да от этого лечения скорее всего будет какая-то польза просто вот в связи с тем что нету статистики и никто ее не ведет и медицина не признает поэтому прям таких обширных данных нету просто так можно еще наверное провести эксперимент с варикозным расширением что из этого получается прямое прямое показание то есть варикозное расширение вен это прямое показание почему потому что ну я так осторожней еще не буду говорить 100% в 99% случаев варикозное расширение вен это паразитарная природа то есть в крови находятся определенные паразиты грибки и так далее. И они дают такую реакцию, то есть у каждого места в каком-то в органе тела, в органе тела разные могут быть слабые места, да? Конкретно у кого слабые вены, то вот просто по варикозному расширению, то есть просто по венам бьет и происходит варикозное расширение. То есть это вообще просто прямое показание. Надо мазать, втирать, обматывать пленкой и пить. Очень хорошее средство от варикоза. Хорошо. Следующий вопрос от Васильевича. Как настойка мухомора лечит дерматозы? В том числе и псориаз, экзема и себорея. Тоже на ура, просто отлично. Тоже это прямое показание. Был тоже опыт такой, что различные кожные проявления, герматиты и так далее, и так далее. Наносится настойка, обмазывается, вернее обматывается полиэтиленом и каким-то теплым шарфиком и на ночь оставляется. Тоже проводится внутреннее и наружное лечение, потому что наружного этого недостаточно. Болезнь идет внутрь. Дерматиты, кстати, различные кожные проявления, псориаз и так далее, это тоже паразитарная природа, грибковая, вернее, грибковая. В узком смысле паразиты это только глисты. В узком смысле, в медицинском смысле, слово паразиты приемлемо употреблять только глистам и другим кишечным червям, так скажем. В общем, все это прямое показание, получается так. Да, Дальше. Дальше. РОС-76. Вопрос в эфир. Мухоморы есть розовые, есть красные. Какие лучше? Красные с точечками самые сильные. Розовые мухоморы тоже имеют лечебный эффект. Ну, несколько ниже. Опять-таки, лично я на своем пути не заметен между ними разницы, я все подряд собираю. А в литературе я встречал, и то не везде, что вот красные с точечками посильнее. Поэтому, вот я два варианта озвучиваю, что я по своему могу сказать, что по-моему разницы нету. Они все сильные. Но, что такое, что желательно с точечками. Поэтому, вы можете даже проверить, а в одну банку набрать с точечками, другие без точечек, третья там желтенькие, третья, четвертую банку красненькие, и посмотреть, что будет. Ну да, здесь уже идут у нас такие цитаты в чате. Оциане стыкали и быстрее поможет. Ладно, на совесть оставляем того, кто пишет. Каждому свое, да. Каждому свое, у каждого свои какие-то вкусы, вкусовые ощущения. Виталий, вопрос эфир. А жарить гриб такой, как мухомор, вымоченный спиртом, можно, и какой от этого эффект? То есть, взяли спиртовую настойку, гриб, который пропитался спиртом, пожарили, так получилось? Да, и потом, видимо, сидим и наслаждаемся жизнью. Ну и что, если так, то что-то будет, или зачем это нужно, первый вопрос у меня возникает? Ну, во-первых, спирт сразу испарится, поэтому, как таково, спирт в организм не попадет, если его жарить. Ну, сколько он жарить будет? Если он хочет жарить, как положено, там, ну, сколько жарят? Ну, 20-30 минут жарят, да? То есть, спирт испарится сразу, а активные вещества на некоторое количество уменьшатся, но могут еще присутствовать в грибе, и могут дать какой-то свой эффект. Желательный или нежелательный, это будет зависеть, опять-таки, от дозировки, от вашего, от вашей техники безопасности. Ну, в целом, ничего интересного, вкусно не будет, полезно, ну, надо какие-то выводить, опять-таки, для пользы надо выводить какие-то параметры, то есть, там были капли, здесь какие-то, может быть, граммы, но так никто не делал, поэтому конкретного ничего я сказать не могу. Ну, скорее всего, будет какая-то вообще ерунда, то есть, ничего хорошего не получится, никакой пользы особо не принесет. Ну, да, если надо еще учитывать, что мы-то, да, мы-то говорим не про съедобные свойства в очереди-то, конечно, тут некоторые цитаты я просматриваю из чата, кое-что выбрасываю сюда, но мы-то говорим о лечебных свойствах, а лечебные свойства, как мы уже неоднократно сказали, измеряются каплями и миллиграммами, это вообще тут слонудробина, то, что называется, а Виталий так подошел серьезно, основательно, а вот если мы сейчас пожарим в сковородочке две этих мухоморчиков, вымоченных спирту, что из этого будет? Не нашинский подход, не нашинский, сразу скажем, не бразильский. Вопрос в эфир от Андрея из Екатеринбурга. От родимых пятен и бородавок помогают такие настои, если капать и закрывать полиэтиленом или тряпочки, как долго по времени это можно поднимать и опускать дозировку? Так, ну вот по поводу полиэтиленовой крышки, да, полиэтиленовой крышкой можно пользоваться, но хранить в полиэтиленовой или в пластиковой таре нельзя. Нет, там вопрос был другой немножко, там вопрос был немножко другой, если есть родимые пятна, бородавки, помогают ли вот эти, то есть покапал, а дальше, например, закрыл полиэтиленом или тряпочкой. А, в этом плане, а в этом плане. Да, то есть типа компрессопримочки сделать, и как по времени, долго ли это принимать и поднимать или опускать там, к примеру, дозировку побольше, поменьше. Все, я понял. Так, ну по поводу родимого пятна ничего не могу сказать. Во-первых, я нигде об этом ни в какой литературе, ни в интернете не встречал. Обрыв связи. Так, что-то у нас со звуком произошло. Не слышу я. Так, включаю туда музыкальную паузу и попытаемся наладить связь. Ну, давайте вот эту музыку поставим. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Здравия еще раз всем. Напоминаю, что по одному из современных календарей 11 мая 2016 года среда, по одному из старин в 30-й день месяца пассива на речении 7524 лет и пятница. Мы продолжаем разбирать тему очищение мухомором тела и сознания «Забытая истина». Главный соведущий Святорус Один Юрий Лодин. Напоминаю всем, кто нас слушает в живом эфире и тем, кто нас слушать будет в записи, что мы ни в коей мере не пропагандируем никакие наркотические вещества, никакие глицогенные и все, что с этим связано. Мы говорим о медицинских показателях, о медицинских свойствах какого-либо из растений. Если вы хотите дурманить себя, то это вопрос не к нам. Если вы хотите лечиться, то вот тут мы вам еще что-то можем рассказать из своего опыта. Поэтому мы рассматриваем только небольшие дозы, измеряемые капельками и через какой-то достаточно большой промежуток времени или про совсем малые дозы, которые измеряются миллиграммами в каком-то из продуктов и не более того. Если хотите задать вопрос, это я обращаюсь к нашим людям в чате, слушателям. Да, пожалуйста, пишите вначале вопрос в эфир, потом представляйтесь, как вас представлять в эфире и потом сам вопрос. Иначе я ваши реплики буду воспринимать как просто переписку со своими друзьями и не более того. И ваш вопрос не прозвучит. Если же я вижу вопрос в эфир вначале, то это означает для меня, что этот вопрос должен прозвучать. Итак, нас прервал интернет на вопросе, который звучал так от Андрея из Екатеринбурга. от родимых пятен и бородавок помогает если капать и закрывать полиэтиленом и тряпочкой, как долго по времени это можно поднимать и опускать дозировку? То есть, какое время, как долго это можно применять, один день, два, десять дней и какая дозировка? Ну, по поводу родимого пятна я сказал, что опыта такого нету и конкретно ничего не могу сказать, то есть, надо изучать этот вопрос. А по поводу бородавки есть такой опыт, они уменьшались и проходили, но статистика пока невелика и выглядит это следующим образом. Надо накапать на бородавку настойку, концентрированную как есть сверху прицеллофанчиком и замотать тряпочкой, но обязательно надо употреблять внутреннее некоторое количество капель. Для чего? Для того, чтобы ту же самую вот эту болячку, как говорится, долбить с двух сторон и снутри и снаружи. Тогда эффект через некоторое время проявит себя. вот повторюсь, что именно по таким моментам статистику лично я еще не накопил. Были люди с бородавками и говорили, что проходит, говорили, что уменьшается, но они не до конца доводили некоторые процедуры, но они уменьшались. Те, кто проводили до конца, у них они пропадали. Вот такое наблюдение есть, если кратко. Хорошо. Следующий вопрос в эфир от Владимира из Мытич. Я считаю, что грибы, которые собирают люди, это по сути половые органы подземных существ, занимающихся, занимающих среднее положение между растительным и животным миром. И только им одним известно, какие химические вещества и энергии вырабатывают они, ощущая вибрацию земли при приближении животного существа. Святорус Один, соблюдаешь ли ты какие-то специальные ритуалы при охоте на грибы? Разговариваешь с ними при сборе урожая? Так, представляю, счастливая охота тебе, да? Да, но мы же не охотимся, как я сказал, слоненок. Ну, так может быть ты с бубном там ходишь, как-то там шаманишь, костерчик разжигаешь, входишь в их биополе, элементальное поле и разговариваешь грибы, грибы, дать мне такое-то вещество, мухомор, дай мне вот этот там яд, я им буду паразитов убирать или вот этот яд я им буду там бородавки выводить. Что по этому поводу скажешь? Ну, выглядит это следующим образом. Конечно же, заходя в лес, не только за мухомором, а просто даже заходя в лес без всяких даже особых целей что-то собрать, какую-то травинку там или какую-то травку, какую-то ягодку сорвать, травинку или гриб, надо заходить обязательно с благостными мыслями, с хорошим настроением и так далее. Ну, по крайней мере, настраиваться на это и зайдя в лес вы, конечно, обретете внутреннее спокойствие и лад. А что касается мухоморов, то, конечно же, это очень важная тема. Даже по той простой причине мы знаем, да, что любые жидкости, наполняются, окружающие жидкости наполняются нашими эмоциями, нашими чувствами и нашими энергиями. То есть, если поставить стакан рядом и благодарить, просто даже вслух, это будет одна вода. Если ругаться вслух какими-то непотребными словами, то это будет другая вода, соответственно, это все проверяется под обычными, даже простыми микроскопами, да, то есть у них будут различные энергетические, вот эти вот, не энергетические, а внешние структуры воды, не говоря уже об энергетических. Так же и здесь, конечно же, когда вы заходите в лес, и лично я, когда это делаю, я обязательно настраиваюсь, обычно, если я собираю мухоморы те же самые, я встаю рано, где-то, не знаю, там в 3-4 утра, в 5 может быть, и еще до рассвета или с рассветом ухожу, то есть самое такое благостное время, и настрой хороший, и состояние благостное, и обязательно, конечно, надо находиться в контакте с природой, и с теми же самыми грибами, которые вы собираете относиться к ним, с какими-то положительными эмоциями, с возжимательными чувствами, это, конечно же, номер один. Если вы будете собирать это в каких-то других эмоциях, отрицательных, или каких-то думках своих, каких-то болячках, может быть, или еще о чем-то, о каких-то плохих вещах, то, конечно же, это все отразится на лечении, безусловно. То есть это такая аксиома, которая, может быть, она и тонкая, но, тем не менее, она присутствует и уже, можно сказать, доказана даже материальной наукой, даже можно так сказать. Другой вопрос, кто придает этому значение, а кто не придает. Но я, лично я предаю, я знаю, что это так, и я этим пользуюсь постоянно. То есть только положительная, генерация положительных эмоций, генерация положительных мышц и энергий, только так. Я так чувствую, после передачи тебе придется уже не в пять утра вставать, не в четыре, а прям ночью идти, потому что мухоморы станут, как ты уже сам сказал, дефицитом. Вообще не ложится. Да, вообще не ложится. Так, дальше вопрос в эфир от Владимира Измытиевича. Светорус Один, каков принцип очищения сознания с помощью грибов? Уже поговорили, но можно что-то добавить. Ну, можно добавить, что это доказательный факт обычной нашей современной медицины, что идет сращивание с нервными, как я вот говорил, окончаниями паразитов и грибов и влияния. То есть, фактически, вот современный среднестатистический человек, он не находится в своем сознании и он не находится в своем ментальном или астральном поле, если так выразиться, да, он постоянно находится под каким-то воздействием и наводками вот этих вот существ, вполне материальных и не только, которые постоянно его отравляют спиртами, продуктами жизнедеятельности, своими, да, то есть, не буду уточнить, какими, какими-то, может быть, защитными выделениями, то есть, например, когда им не нравится, они могут какие-то защитные выделения, вот это вот проявление аллергии, например, или экземы, это фактически защитные механизмы этих паразитов проявляются или грибков, таким образом. Поэтому тут все взаимосвязано и просто можно на эту тему отдельно очень долго разговаривать, каким-то образом происходит. Ну, как я уже сказал, идет просто сращивание, идет просто сигнал в мозг, этот сигнал воспринимается мозгом, как лично свой сигнал, лично своя мысль, лично и внутренне, лично и внутреннее пожелание. А, хочу сделать то-то или А, хочу съесть то-то. А на самом деле это все диктуется нашими внутренними вот этими вот под силенцами. А на самом деле вы всего лишь навсего обслуживаете гельментов, которые внутри вас сидят. То есть, вы шеф-повар, который обслуживает паразитов, вы осенизатор, который очищает за этими паразитами, за гельментами свое тело, вы тот страдалец, который себе их носит, уже сросся с ними и они постоянно управляют вами. Вот это надо понимать. Об этом, кстати, мы уже неоднократно говорили в разных эфирах и разные наши ведущие, соведущие об этом говорили. Так что вот имейте в виду, это не шутки. Бывает, что маленький клоп управляет большим слоном. Если клоп правильно присосется, или какой-нибудь там, как их называют, которые-то в кожу вылезают, клещи, вот, если правильно присосется, да, и будет выделять это все дело слона, где-нибудь за ухо там сидеть, казалось бы, это слон делать, на самом деле, это просто-напросто этому клещу нужно. Так, Галина Варакина пишет, от мухоморов появляются люки, глюки, видимо, которыми пользуются шаманы. Был случай, мужчина заблудился в лесу, долгое время бродил, проголодался, мухомор съел, съел мухоморчик, залез на дерево и заночевал. Ему привиделся сон, в котором был солдат, он ему указал дорогу, как из леса выйти, где был этот человек, когда шел бой. Утром этот человек обнаружил скелет, похоронил его, как положено, и после в ту сторону, как ему подсказали, во сне вышел на дорогу. Но это, скорее всего, рассказ-реплика. Вопроса здесь я не увидел. Елена, 77, вопрос в эфир. Возможно ли применение мухомора в различном виде, например, в виде настойки для развития сверхспособностей? О, шаманы, шаманы пошли. Что скажешь по этому поводу? Ну, сверхспособности они будут в любом случае развиваться. Почему? Потому что вы избавляетесь от полного комплекса всех этих паразитов, грибков, вирусов и бактерий, что уже открывает некоторое сознание. Я уже говорил, что, например, у меня уменьшился очень сильно сон. Настрой, как бы так, даже по-другому сказать, мышление становится другим. Оно становится более, может быть, всеобъемлющим. Но это я все списываю не именно как на настойку, не во время это на настойке происходило, а именно когда уже прием препарата закончился и начинается обычная такая будничная жизнь, ты замечаешь, что действительно некоторое очищение произошло и появляются способности какие-то предчувствования, например, какое-то или интуиция. То есть, то, что очень много пишут шаманы об этом, действительно, в этом есть очень много истины в том плане, мухомор, он определенные воздействия оказывает на психику положительные, положительные. Я вот хочу добавить между делом в этом вопросе еще, что от той же самой эпилепсии эпилепсии мухомор очень хорошо вылечивает, хотя бы в натуральной медицине, в официальной эпилепсии считается неизлечимым заболеванием, можно только терапию поддерживающую проводить, глушить это все химическими таблетками и все. А мухоморы вылечат эпилепсию, опять-таки, эпилепсия это паразитарная природа заболевания, если так вот говорить. А возвращаясь к этому вопросу, я могу сказать, что развитие скороспособности это способствует, но, Елена, надо помнить о том, что все зависит от человека, если человек ничего не делает, а просто мухомора, никакие скороспособности ему не грозят. Но способствует очень сильно, опять-таки, из-за того, что даже просто мы выводим всех подселенцев, и ментальных, и астральных, и физических. Это факт. Юр, ну, я бы не стал говорить, что эпилепсия это полностью, когда паразитарное имеет свойство, когда имеет паразитарное свойство, все-таки иногда есть и генетическое, но в большинстве случаев я с тобой соглашусь, что все-таки да. А по поводу очищения сознания, вы смотрите, тут уже неоднократно мы говорили о том, что паразиты, они управляют человеческим организмом, и когда им хочется что-то пожрать, например, мясное хочется в очень большом объеме поесть, трупятинки какую-нибудь съесть. Я сейчас не агитирую никого за сыроедство или за какой-то здоровый образ жизни, просто говорю, глисты не питаются этим, им свойственно это. Это медицинский факт, да, здесь спорить невозможно, вот он хочется поесть. И часто были такие случаи, что, например, человек, он не хочет уже есть мясное, он говорит, я не хочу мясное есть, но ничего с собой поделать не могу. Вот просто ничего не могу. Я вот возвращаюсь с работы, я хочу есть чего-нибудь такого, свежего, только что, ну, что-то там не в сыром виде, или там быстро-быстро там на пару сделано, или что-то еще, но мне как будто бы вот выворачивает, вот я беру кусок мяса или колбасы, или что-то еще, начинаю себе в рот засовывать. Я понимаю, что такое ощущение складывается, что это не я ем, это как будто кто-то внутри меня сидит какая-то паразитарная сущность, которая это требует. И вот тут как раз, если мы уходим от высоких материй, то в данном случае вот Юрий может очень просто объяснить, что это просто-напросто ваши гельменты хотят скушать что-то, и они подают вам сигнал о том, что дорогой мой друг, шеф-повар мой, будь любезен мне, пожалуйста, сегодня вот это блюдо мне пришли, а завтра вот это, и так далее. И человек хошь-нехошь идет на поводу, потому что они, видите, выделяют определенные вещества в кровь, и, как сказал Юрий, они присасываются к нервным окончаниям, бывает, что там сигналы такие подают, что человек хошь-нехошь, а надо подчиняться. И поэтому единственный способ избавиться от них, это приложить какие-то усилия, применить те препараты, которые эти глисты, паразиты, гельменты не выдерживают. И что происходит дальше? Представляете, вот ваши нервные окончания очистились, никто у вас больше не какает, не писает внутри вас, никто больше там веществ какие-то не выделяет, токсинов или что-нибудь еще. И тут организм задается вопросом, а что мне дальше делать? А вот дальше он становится хозяином своей жизни, то есть он начинает жить нормально, он начинает сам собой управляться. А если еще и ваше высшее я подключается, что в принципе должно быть, то есть царь в голове включается, то вообще тогда жизнь налаживается, и все становится на свои места, вы становитесь хозяином своей жизни. Вот и все. Так, дальше Виталь, Владимир Азмытич, вопрос в эфир от Владимира Азмытича Святорус. Наркокотроль за грибочки на спирту не привлечет к ответственности? Ну, мы уже отвечали на этот вопрос. Да, частично уже ответили. Да, можно повторить, что, во-первых, мы разговариваем о медицинском назначении, первый момент, да, второй момент, это вполне легальная вещь, то есть, как обычный любой гриб, то есть, это не регулируется какими-то запретными актами там или законами какими-то, никакой ответственности ни уголовной, ни административной вы за это не несете. употребляйте согласно правилам народной медицины, вот все, что я могу сказать, ну, или наоборот, если сильно опасаетесь, но не употребляйте, в конце концов, уже это тут на совести каждого человека, то есть, как вот мы уже говорили, это просто идет обмен именно опытом, то есть, я делюсь своим опытом. Наркоконтроль это точно к вам не придет и ничего вам не скажет. Почему? Потому что, ну, нету никаких законных и поддоконных актов, скажем так. Здесь надо, наверное, что отметить, что когда из южных стран и с запада в Россию стала поступать водка, то в этом случае она продавалась в аптеках и назначалась врачами как лекарственный препарат. И дозы там были совершенно не с измеримыми с тем, которые сейчас люди употребляют. Тоже там были капли и тоже было очень-очень в большом количестве. Но со временем как-то безумие взяло вверх и народ стал себя уничтожать. То же самое и с другими препаратами, с многими ядами, которые в аптеках продавались. То же самое здесь можно и себя затравить чем-то, уничтожить и так далее. Поэтому еще раз говорю, мы в этой передаче доносим информацию о том, что есть лекарственные средства в виде настойки первых самых мухоморов, что есть лекарственное воздействие на человеческий организм при помощи этой настойки. И не более того, мы не рекламируем какие-то глюцогены, мы не рекламируем какую-то наркоту. Мы говорим про очень малые дозы, которые являются лекарственными. Вот это надо себе как-то так на заметочку поставить. Виталий, вопрос в эфир. А кто свято-рус своден по образованию? Ты кто такой? Расскажи. По образованию я инженер-технолог. То есть к врачам ты отношения не имеешь? Слава богу, нет. Ну вот, начинается. Ну, это скорее преимущество, потому что общаясь с врачами на эту тему, они всех хватаются за голову. Для меня это очень странно. Хотя я себя вспоминаю, например, несколько лет назад, когда я об этом ничего не знал. я бы, наверное, может быть, в силу своей любознательности бы, наверное, заинтересовался бы. наверное, где-то внутри бы похихикал бы и как-то позадумывался бы, что это какой-то мухом, какой-то водки на спирту, что это такое. То есть я, конечно, бы посомневался, но задумался бы, может быть, как-то правительировал бы вопрос, что, что это такое. Вот, ну, на самом деле медицинское образование, оно где-то мешает. И если обратиться к народной медицине, то вот история употребления мухомора именно в медицинских целях более десяти тысяч лет. что можно еще добавить, я даже не знаю. То есть природа за это говорит. То есть употребляют животные и крупные, и мелкие, и средние. Кстати, многие ветеринары продвинутые, они добавляют в корм животным. животные намного лучше себя чувствуют, домашние, излечиваются от различных заболеваний, что они тоже фиксируют. Поэтому это просто вот тема раздутая, очень раздутая, я имею ввиду, что вот опасность. Может быть, даже это специально накачали, скажем так, эту мысль очень большими какими-то страхами, да, в нашем мире. Для чего? Для того, чтобы люди просто отвернулись от действительно уникального такого народного медицинского средства. Это действительно уникальная вещь. Очень сильное воздействие идет на все заболевания. И сам по себе мухомор является в общем-то по большому счету безобидным грибом. Я бы не сказал, что он какой-то ужасный. Он бледная поганка, да. Хотя она тоже является лечебной. В народной медицине бледная поганка тоже является лечебной. Там совсем осталось. Вот давай сейчас мы вообще про это не будем говорить, потому что это отдельная тема. И ты сейчас ляпнул, сейчас это ляпнул и другого условия не найду. А вот люди сейчас начнут что-то экспериментировать, а потом скажут, а вот в эфире сказали там про бледную поганку. А я сразу скажу, что дополнительно, что рецепты как-то каковы утеряны. То есть просто вот есть записи, что в малых дозах это делалось, а более ничего не могу сказать. Потому что все-таки если в мухоморе там все довольно-таки спорно с точки зрения современной даже медицины, то бледная поганка, она однозначно причисляет бледную поганку к очень сильным ядовитым грибам. И однозначно там последствия очень четко описаны, что происходит, если бледная поганка попадает, например, в еду, в которой присутствуют обычные грибы. Это страшное такое действие, поэтому давай об этом мы даже заикаться сейчас не будем. Да, не будем заикаться, но факт в том, что мухомор как-то является каким-то сильно опасным средством при условии техники безопасности, соблюдения техники безопасности. Хорошо. В эфир вопрос, какое действующее вещество в мухоморе? Все-таки что это? Яд, который нейтрально действует на человека, но на паразитов очень нехорошо действует? Или все-таки это глюцоген, при помощи которого человек расслабляется и как плацебо, так и расслабился и посидел, помедитировал и глисты поняли, что они ошиблись адресом и вышли из него? Ну, мухомор, он содержит несколько активных веществ, которые являются в больших дозах ядовитыми, это я сказал, иботеновая кислота, так называемая мусцимол, мускарин и мускозон. Ну, еще есть другие вещества, они более второстепенные являются. но в основном вот эти вот четыре вещества не являются активными. Так, какой там еще был момент вопроса? Ну, вот эти действующие вещества, они являются в больших количествах, могут быть, конечно, ядовитыми, никто особых не проводил исследований, почему, опять-таки, повторюсь, потому что официальная медицина не признает, по крайней мере, у нас в России этого. Поэтому больших подробностей просто они неизвестны. Хорошо, Катюша вопрос в эфир задает, а как насчет тензилита, можно ли вылечить хронический тензилит при помощи настойки мухомора? Да, можно вылечить и хронический тензилит, почему, потому что это тоже заболевание, которое связано с тем, что у нас находятся определенные виды подселенцев, которые дают именно такие реакции, в данном случае на горле. Единственное, что могу добавить, что кроме того, что пить, надо еще полоскать горло, то есть капнули вы там некоторое количество на стакан, скажем, 5 капель, вы капнули, разбавили не на пол, стакан, а на стакан, берете в рот, полоскаете рот, полоскаете горло и глотаете эту жидкость, то есть то, что вы должны выпить, вы предварительно полоскаете. Можно выплевывать, тогда, если вы прополоскали и выплюнули, то примерно на четверть надо снизить, то есть если у вас сегодня было 5 капель, вы прополоскали и выплюнули, то надо уже выпить не 5, а, например, три почему потому что какая-то часть равно при полоскании остается в организме ну и тоже это какое-то длительное время то есть они один день не два вообще грибок он выводится подольше чем те же самые гресты например но тем не менее выводится тоже поэтому надо ну где-то провести может быть 4-5 курсов 45 курсов с перерывами и танзелит отступит от человека ну что ж все вопросы я озвучил которые поступали больше вопросов не принимаем давай подводить итог сегодняшней нашей беседы на заключение наверное надо сделать следующее надо еще раз рассказать про принцип сбора грибов по принцип про принцип изготовления этой настойки и про принцип употребления вот давай значит так грибы мы собираем в живом их виде срезаем только шляпки только шляпки без соприкосновение с металлом то есть металлическим ножом резать нельзя после мы сами с хорошим настроем после этого с хорошим настроем собрали шляпки поблагодарили лесовичка поблагодарили природу за то что у вас есть такая возможность собирать на природе замечательные грибы, в частности вот эти грибы. После этого плотненько набиваем баночку. Мы говорили про трехлитровую банку, но я думаю, что и однолитровые банки, они тоже подходят для этого дела. И заливаем и заливаем спиртом, желательно спиртом покрываем на один, может быть, полтора сантиметра выше этих шляпок. Руки после этого моем, чтобы у вас ничего на руках не оставалось. И закрываем сверху как-то плотненько, желательно это крышка, у которой защитная пленка присутствует. То есть, если закручивающаяся крышка, то не должно быть там открытого металла. Если это, например, стеклянная резинопрокладка и крышечка, и с искобой, то тоже подойдет, на мой взгляд. Главное, чтобы это было все герметично. И убираем в пространство, где постоянная температура около 3-5 градусов и нет попадания прямого солнечного света. То есть, в данном случае ты говорил про то, что лучше закопать на полметра, а то и метр в землю. И оставить на 40 дней. Если у вас погреб, который позволяет держать такую температуру, некоторый погреб ставят, например, и сверху еще утеплителем закрывают каким-либо, тогда от земли как раз распространяется та самая температура 3-5 градусов. То есть, ставите на пол самый дальний угол погреба, закрываете каким-то утеплителем. И в погребе она настаивается. Может, такой вариант. И через 40 дней у вас готово. После этого что мы делаем? Мы достаем оттуда шляпочки. Ты говорил, что еще можно повыжимать, как в анекдоте кисонька, да, еще капельку, да, вот. Можно просто в сторону их отложить. В дальнейшем эти шляпки тоже можно по миллиграммам выщипывать и прикладывать, например, на пораженные какие-то места, если у вас есть проблемы с кожей. А вот эту настойку саму процедить, да? Ну, давай дальше, за меня уже скажи. Да, процедить через 4-5 слоев марли и убрать в холодильник. Грибы, которые остались процежены, малость их отжать, убрать в баночку тоже, убрать в холодильник и тоже можно применять. Вот то, что мы берем настойку и мажем, например, на коленку, то можно настойку не мазать на коленку, можно мазать эту кашицу, потому что она, ну, ее некуда девать особо. Этой кашице даже еще и лучше мазать. Почему? Потому что она влаги вот этой вот и спирта содержит большее количество. Ну, почему? Потому что, ну, взвесь, взвешенное вещество. Соответственно, оно будет дольше действовать. То есть, вот в случае наружного применения это даже где-то предпочтительнее. После этого... Сейчас, подожди, тогда вот сразу такое подтверждение, что вот эти грибы, их можно не просто так аккуратненько доставать, их можно в кашицу перемолоть, вот так сделать такую однообразную массу, также убрать в темную посуду какую-то, убрать в теплое, прохладное место или в холодильник, или куда-то в погреб. И также использовать просто как мазь. Получается так. А настойку тогда лучше покапельно начать применять. И вот давай уже про применение настойки. Ну, про мазь, про это можно, да, ты еще раз можешь сказать и про настойку. Да, мазь. Можно не пользоваться никакими даже инструментами, просто взять руками и перекрошить ее в мелкую-мелкую такую кашицу и убрать в банку. Потом, когда надо, вы взяли, прям туда рукой зачерпнули или какой-то, может, ложечкой нежелезной, не металлической, не металлической. И пластиковый нежелательно. Ну, если ничего нет, можно пластмассную деревянную, деревянную там какой-нибудь или еще чем-нибудь. Палочку просто возьмите, чурочку зачерпните, на ножку намазали или там на спину обернули целлофанчиком, тряпочкой ложитесь спать, утром будете как свеженький огурчик. По поводу капельного приема, первый день, стандартная схема, от которой вам точно не поплохеет, скажем так, выглядит так. В первый день одну каплю, во второй день 2 капли, в третий день 3 капли, на десятый день 10 капель. После этого вы идете вниз. На девятнадцатый день 9 капель, на двенадцатый день 8 капель. И, соответственно, на девятнадцатый день вы выпиваете одну каплю. Потом вы делаете перерыв на неделю и начинаете опять. Ну, профилактический цикл выглядит так, что вы это делаете где-то 2-3 раза. То есть 2-3 цикла. То есть от 1 до 10, от 10 до 1, это один цикл и таких циклов надо провести 2-3 раза весной и 2-3 раза 8 минут для начала потом это можно делать два раза в год по одному циклу вот примерно это выглядит так все остальное она нуждается уже в более глубокой проработки и внимательном отношении почему потому что как мы знаем любое лекарство она является ядом если он превышает какие-то дозировки и опять-таки любой яд будет лекарством если употребляется в каких-то дозах именно лекарственных ну вот вкратце это все выглядит так да еще тоже про симптомы скажи когда следует остановить прием например вот человек принимает увеличивает увеличивает дозу и вдруг почувствовал что-то такое когда резко надо остановить и начать обратный отсчет если он почувствовал какое-либо вообще любое недомогание вот скажем так чтобы действительно уже перестраховаться если вот человек живет обычная жизнь и есть обычную пищу да и вот он проводит лечение настойка мухомора если он почувствует какое-то недомогание любого характера конечно это его желательно задуматься что же это не за недомогание и соотнести это с приема мухомора если он видит что это все-таки зависит от этого то надо либо на этих на этом количестве капель остановиться скажем он выпивает 8 и чувствует что что-то не так значит пьет 888 столько дней пока не уйдут эти проявления потому что могут быть те же самые подселенцы при умерщвлении их с помощью вот этой настойки скажем тогда они могут естественно не сразу умирать и выделять какие-то защитные вредные вещества либо сами в лопаться взорваться там отравлять организм продуктами распада своих тел для какими-то защитными выделениями или продуктами жизнедеятельности повышенными может появиться какие-то проявления на коже недомогание или некоторое перевозбуждение может быть какие-то рези в животе появится или какие-то другие недомогания то есть на это надо обратить внимание и остановиться на этих капельках либо снизить на 2 на 3 капли снизить то есть откатиться назад на них тоже побыть некоторое время потом аккуратненько опять пойти в горочку ну да и совсем если совсем удалось сейчас момент последний если какой-то совсем такой аварийный случай но можно и просто резко прервать просто если резко человек прервет если были большое количество капель на больших колить на большом количестве капель он остановился резко перервал тут 23 дня у него может сон нарушится может но может и нет такого нет хорошо и давай тоже чего уточним а ты являешься ли ты это вопрос уже от меня заключение являешься ли ты противником той медицины которые вот сейчас у нас существует традиционной медицины или у тебя какой-то свой такой взгляд на жизнь ну я не хотел бы какие-то ярлыки навешивать на сегодняшний вот эти все учреждения если что я скажу от себя что я пойду в поликлинику или в больницу в самую последнюю очередь когда ничего ничего другое просто мне никто не сможет мне помочь и что мне не поможет и просто я буду на такой грани что вот просто или умереть или отдаться хоть кому-нибудь хоть как-нибудь в каком-то непонятном случае только в этом случае я вообще переступлю порог это вот и на полном серьезе заявляю вот я вот так про себя могу сказать а вот так вот цинки давать мне не хотелось бы такой батенька сектант сектантом то есть обратитесь когда уже когда как и знаешь есть такая священная птица русского человека до жареный петух вот когда уже клюнет вот тогда уже начинаем не тут можно добавить не совсем нет я сторонник того чтобы решать все вопросы на опережение то есть никогда что-то заболела а когда как говорится что-то где-то хотя бы зачесалась чуть-чуть намек или что-то где-то заметил не так то надо сразу на это обращать внимание а когда уже хочется таблетку какую-то съесть или какую-то капельницу поставить или укол или какой-то непонятной мазью намазаться тогда это уже все это уже какая-то уже стадия заболевания такая что уже действительно бубль надо стучать и уже в поликлинику бежать вот здесь владимир азмытищик в заключение пишет очень хорошие мне кажется такое свое высказывание всем посоветую все же учесть метаболизм и кумулятивный эффект а то накопится вещество в организме и приедут на летающих тарелках вам санитары то есть вот это тоже да вот комментарий могу добавить дело в том что вот мухомор является уникальным таким лекарством и вообще продуктом что все активные вещества мухомора которые вот нам требуется для излечения они не метаболизируются организмом и не накапливается вообще вот практически вот практически не накапливаются и в этом плане очень удобно то есть вот сколько вы выпили капелек и каких-то этих веществ определенном количестве может миллиграммах не исчисляются или как нет никаких исследований конечно то такое же все равно и выходит то есть вот с вашими продуктами жизни жизнедеятельности все это из вас выходит и поэтому накопиться но не может вообще никак на момент как есть именно в мухоморе я вот про другое ничего не слышал может быть есть другие такие грибы там или растения или еще какие-то вещества но вот конкретно про мухомор я могу сказать что это именно так да потому что не мое какое-то мнение это вот везде сквозит во всей литературе потому что многие как раз целители травники особенно они утверждают что ни в коем случае не садитесь на какую-то одну травку если вы попили какой-то курс что дайте организму отдых пусть то что у вас накопилось выйдет естественным образом например там на недельке две может быть на месячка и после этого опять вы можете продолжать курс но это не должно быть постоянно есть конечно то что ближе к продуктам питания который обогащает человеческий организм какими-то микроэлементами ну тот же самый иван чай например и что-то другое но опять же иван чай есть такое мнение что там очень много женских веществ и не совсем полезно но опять же в каком количестве это все пить и как как это сделан иван чай к например насколько он ферментирован или в зеленом виде вы его пьете как он есть сорвав прям с кустика вот здесь тоже вопросы есть но здесь ингварь написал очень интересно информацию легко проверить пусть ведущий придет через пару лет убедимся что все нормально тогда и будем пользоваться но я больше трех лет употребляю вот профилактических уже дозах поэтому живой здоровый полностью все меня устраивает вот хотелось бы иван чай защитить по ходу раз уж зашел разговор что иван чая вот очень хорошо на фоне мухомора иван чай пить и лично я уже много лет иван чай каждый день практически воду я не пью я пью на 100 иван чая при небольшой температуре завариваю 50 55 градусов и мы все то есть не дожди мы всей семьей пьем и многим рекомендовали и все прекрасно то есть и у мужчин и у женщин и вообще в целом у наших всех то есть у тебя получается лишнего ничего не выросло ничего с вами отловарилась так что это нормально все укрепилось все только укрепилась по поводу вот по поводу я говорю вот ты получил ответ то есть уже не пару лет прошло прошло уже три года вот он и пришел так что юрий пришел и явился перед вами готов делиться да как только я почувствовал уверенность что я как-то могу с окружающими людьми поделиться я решил это сделать по внутреннему зову то есть в общем то как есть вот так вот и говорю вот чего не знаю того не знаю я вот всегда тоже вот в эфире чего не знал то не знал хорошо ну пожалуйста друзья мои в чате напишите понравился ли вам эфир как вам юрий как главный соведущий какие темы можно еще рассмотреть давай может быть тогда поговорим а какие тем мы еще с тобой можем рассмотреть для того чтобы нашим радиослушателям более полную картину твоих мыслях твоих знаниях умениях опыте получить ну так же я плотно занимаюсь иван чаем я собираю ван чай здесь у нас экологически чистые места выезжаем подальше дорог куда-то в леса на на полянке где вырубки собираем ван чай я его сам ферментирую в кедровой или в дубовой бочке под сильным прессом то есть я его запрессовываю в эту бочке и он у меня ферментируется примерно 36 часов я его не руками не кручу например ничего я там не придумываю я сперва его подвалял потом в бочку в эту руками засунул сколько засунется и потом под сильный пресс еще надавил все происходит только в соприкосновении с деревом с кедром или с дубом ну или с руками с чистыми естественно и получается ну чай вот который мы пьем мы им напиться не можем и пьем у каждый день до вечера вот все семьи пьем пьем и вот просто прекрасное чувство очень вкусно он просто вкусный прямо сухофруктами все как положено то есть вот такими вещами потом также на этом прессе выжимаю сородавленное масло лечебно которое тоже ложечками надо употреблять но в плане что просто литрами не имеет смысла можно и литрами конечно не хуже не лучше хуже не будет лучше только будет но факт том что она ли эти масла являются лечебными то есть я здесь различные выращиваются местные масле маслоносной культуры например такие как рыжик рыжик это не гриб а есть такие есть такая трава у нее семечка такая и по маковке маленькой называется рыжик или лен вот я выдавливаю тоже через эту дубовый пресс тоже это масса является лечебным то есть переехав на природу у меня вот действительно открылся какой-то ну скажем так может быть даже родовой канал или какой-то вот канал информационный и вот у меня жизнь в комплексе поменялась и стала тянуть такие вещам которым раньше ну может быть тянуло но в силу обстоятельств из окружающей среды я не мог себе позволить этим заниматься и меня потянул именно вот на такие природные целительские шаги и я постепенно постепенно начал изучать окружающую природу то есть это ванчай тоже самый там масло из местных культур там тоже самый мухомор там вот лисички например сейчас я тоже изучал ну тоже хороший гриб лисички есть также еще гриб веселка тоже очень сильный гриб я вот как говорил он если мухомор это король грибов то веселка это королева тоже очень сильный гриб и очень-очень сильное воздействие на онкологию положительно оказывает но вылечивает на многим на ноги другие параметры также чага чагу собираю трутовик вот например все видели то трутовик такая непонятная на березе на гнилой растет до оказывается тоже я потом свое время удивился и узнал что это тоже очень сильный целебный гриб вот я тоже интересуюсь изучаю но пока это находится все стадии вот моего внутреннего изучения то есть пока я только вот его собираю там сушу пробую и так далее вот особых подробностей не могу пока вот так сказать ну я предлагаю нашим радиослушать все-таки ответить на мой вопрос будем ли мы продолжать да будем вот здесь пишут еще и эфиры с юрием будем делать понравилось так что готовь следующую тему определимся с датой и проведем так как здесь стишки мне попались на глаза мухомор не снимет шляпку повстречав боровичка он заважничал что лапу не попался грибника и сразу не то вспоминает сидят рядом мухомор боровичок идет грибничок идет с корзинкой с ножичком и мухомор говорит ага сейчас тебя срежут сейчас тебя в корзинку положат и потом съедят и все говорит надо кого-то срежет как поможет а кому-то ногой ну и так далее ну что ж вот такой у нас получился веселый сегодня интересный эфир я уже маленький такой рассказик на положительной ноте закончить но как на положительное сейчас послушайте в литературе встречал я такое описан такой случай довольно забавный произошел с дедом по имени володя даже есть там подробности от выписал себе чтобы просто если кто хочет даже может найти вот лево и поселок левобережье и ему поведал доверный внук н.в. березовского в конце 90-х годов 20 века то есть это вот не так давно это было деду володе было в то время около 85 лет из которых он около десяти лет ел мухомор в жареном виде вот просто сейчас послушайте дальше это очень странно но тем не менее вот в первые годы перестройки он как незаконно репрессированный отсидевший срок в колымских лагерях получил получал денежную компенсацию и приобрел на приобрел на комнатную квартиру в свое время и узнав об этом у него 40-летняя была соседка по имени клава она уговорила его заключить с ней брак то есть ну по расчету скажем так рассчитывая на то что после его смерти жилплощадь отойдет к ней ну и какие-то там деньги на книжки как говорится на сберкнижки перейдут к ней ну а дед был уже совсем такой старенький плохой и к этому времени уже страдал различными болячками открытой формой дуберкулеза и так далее то есть если вы знаете серьезные заболевания и вот не даже не дожидаясь естественного конца его сожительница вот эта клава она решила ускорить дело нажарила ему сковородку мухоморов и поставила перед ней перед ним а сама ушла на ночную смену и рядом бутылку водки поставила и зная от пристрастии своего вот этого вот уже ну не сожителя можно сказать мужа к этому напитку она оставила водку ушла на утро навернулась и застает своего деда в приподненном настроении который прекрасно себя чувствует и он думает что пока это причинам и она думает что по каким-то причинам дед не подействовал опять начала опять ему приготовила такую же еду и так продолжалось некоторое время ну вот с весны как она весной начали собирать и до осени она ему подкармливала подкармливала жарила эти грибы жарила одет раз и перестал кровью харкать через некоторое время ну а сожительница его клава начала потихоньку на этой почве спиваться почему потому что ну замуж вышла за старика ни квартиры никаких сбережений ничего не светит и в конце концов по какой-то сильной пьянки поев деда мухоморов представилась после этого все раскрылось и с тех пор деда деда володя он знал о мухоморах ну соотнесся пряк и пришел к выру что именно они его на ноги поставили и потом сам уже стал жарить но вареный не ел не любила именно жарил ну а я от себя могу добавить что если свежий мухоморы действительно сильно не пережарив не какие-то остатки могут оставаться то есть вот не берусь правдивый это случай или нет ну вот я в неоднократно встречал различных книгах на него ссылаются этот случай но факт том что вот вот можно сделать такой что не роя другому могилу можно в него попасть самому вот такой хороший хороший рассказ на не тот опять вспоминается как раз в тему когда молодуха выходит замуж за старика с надеждой того чтобы быстро ему приставиться ну и как свадебка у них прошла все ложатся спать естественно в разных комнатах друг слышат ночью топ-топ-топ-топ-топ-топ дорогой тебе что дедушка стоит я пришел исполнить свой супружеский долг ну исполняй что же делать дедушка как напрыгнул как исполнил молодуха лежит думает елки-палки так он и через пять лет еще не помрет но вдруг слышите исполнился опять топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ ты чего я пришел исполнить свой супружеский долг ну что же делать исполняю опять как исполнил думают елки-палки так он еще такой дед ты в силе тут и 20 лет протянет слышит через полчаса опять топ-топ-топ-топ-топ ты чего я пришел слушай ты уже два раза полный проклятый склероз ну ладно ну давайте на этом закончим наш сегодняшний эфир напоминаю что 11 мая 2016 года среда по одному из современных календарей 30 день месяца посев на речении 7524 лет и пятница мы говорили про очищение мухомором тела и сознание про забытую истину как выяснили если с умом все делать то в общем то ничего кроме здоровья вы не получите а если употреблять и злоупотреблять то будет тоже самый вариант что и уже в известном тоже выражении что можно и об угол убиться или что-то там сломать не помню точно что но об стену что-то точно можно сломать и святорус один юрий лодин был главный соведущий и благодарю его за очень интересный рассказ причем рассказ не просто так взятый из интернета как некоторые любят умничать что-то там из интернета наскребут потом это все время все это в одно лукошко сложит и давай умничать здесь у нас другая ситуация человек изучается и это подробно использует применяет на себе и как видим три года как он уже употребляет жив здоров и невредим мальчик вася бородин все у нас замечательно все у нас отлично так что можете брать на вооружение те рекомендации которые есть и самое главное самое главное никогда не забывайте про технику безопасности это то что может гарантировать что у вас все будет хорошо ну что ж благодарю наших радиослушателей за столь интересное общение в чате со всеми с вами прощаюсь желаю вам всего самого-самого доброго с вами был народное славянское радио алексей орлов до новых встреч